...звонка, позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я запудла тебе, я смогу, я не заплачу. Эту боль перед... Так, микрофончик. Так, девчонки, раз, два, три, проверка связи. У нас с вами все в порядке. Напишите, пожалуйста, как вам песня, которую вы прослушали очень много раз. Напишите, пожалуйста, в комментариях видно меня, слышно ли меня, все ли у нас окей со связью. Так, я жду ваших комментариев. Видно, слышно, супер. Так, о, прекрасно, все, видно, слышно. У меня такой стресс, я сейчас испытала, вы не представляете. Я, конечно, нажимаю войти, и ничего не заходится, и я такая, аааа, блин. Но зато вы прослушали потрясающую песню, как мне кажется. Мне кажется, это просто шедевр. Супер, все заработало, отлично. Тогда мы с вами начинаем наш вебинар, который называется «Легкий и вдохновляющий путь к чему?» К чистому дому, конечно же. Меня зовут Ирина Соковых, для тех, кто со мной не знаком. И сейчас мы с вами пока ждем всех людей, которые будут присоединяться. Напишите, пожалуйста, пока что. Пока что я от стресса немножко отойду. Из какого вы города и который у вас сейчас час. Я знаю, что многие меня слушают уже ночью. Вот. Огромное спасибо вам за то, что вы со мной. Откуда вы, очень интересно, будет почитать. Сейчас я немножко отдышусь, и мы с вами начнем. Так, видно, слышно. Вот у кого-то не было песни. Так, девчонки. Так, вижу Тамбов, Истра, Москва, 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 Швейцария. Классно, Москва, Урал, Псковская область, 19-16. Казань, Москва, Екатеринбург, 21 уже. Омск, Кубаку, Анапа. Ничего себе! Класс, Кемерово. Моя, кстати, лучшая подружка из Кемерово. Белгород, Смоленская область, Москва. Класс, Воронеж, Майами, 11 дня. Офигеть. Классно. Так, рады меня видеть. Я тоже очень-очень рада вас видеть. У нас сегодня будет замечательный вебинар. Я надеюсь, что он с вами пройдет больше без всяких технических поломок. По поводу того, чтобы сохранить эфир, не сохранить, мы попытаемся сделать все, чтобы те, кто сегодня не пришел на онлайн-трансляцию, смогли эту трансляцию посмотреть. Может быть, это будет повтор вебинара, либо это будет запись. Ну, в общем, короче, попробуем сделать все, чтобы все у вас было. Но советую оставаться в прямом эфире. Почему? Потому что можно задавать вопросы, естественно, и попасть на самые-самые лучшие, самые вкусные цены на календарь уборки. Потому что сегодня я вам его презентую. Так, хорошо, супер. Мы из разных самых-разных уголков планеты. Это потрясающе просто. И давайте мы с вами уже будем начинать. Технические правила эфира сначала оглашу. У нас задержка трансляции в 30 секунд. То есть я говорю, а вы меня слышите только через 30 секунд. Поэтому ваши комментарии, которые вы пишете, я тоже вижу не сразу. Насколько я понимаю, как это работает, это вот так. Активно участвуем в обсуждениях, пишем комментарии. Мне очень важна ваша обратная связь. Если у вас есть какой-то вопрос, обязательно его задавайте. Если вы чувствуете, что какая-то мысль вам очень откликается, ставим огонечки. Ну, в общем, все как на обычных вебинарах. Я думаю, что вы умеете этим пользоваться. Если информация заходит, да, ставим огонечки. На всем протяжении вебинара с нами в чате мой технический специалист Максим. Если вдруг какие-то вопросы у нас по технической части, что-то не работает, что-то не скачивается, что-то куда-то не заходится там по кнопочке, то обязательно пишем Максиму. Максим нам всем поможет. Если начну вдруг тараторить, то вы меня, пожалуйста, останавливайте. Потому что я когда волнуюсь, и это первое. И второе, когда я в потоке, я начинаю очень сильно тараторить. Если вдруг я буду говорить слишком быстро, вы меня тормозите. Эфир у нас рассчитан где-то на полтора-два часа. Не знаю, сколько получится по факту, потому что я его, честно говоря, не репетировала. То есть я много-много раз прогоняла презентацию, но так, чтобы прям по ней рассказывать, я не пробовала. Почему? Потому что у меня всегда лучшие мысли, когда они вот просто вот у меня в голове рождаются, и когда я их до этого не отрепетировала. Поэтому я думаю, что сегодня вебинар у нас будет мега крутым, потому что я его не репетировала, короче. Так, Обнинск, Воронеж, класс, Баку, супер. Так, если вдруг у вас что-то не работает, то нужно перезагрузить страницу. Если у вас звук отвалился, картинка отвалилась, просто перезагружаете страницу, у вас все начинает работать. С нашей стороны все с интернетом в порядке, то есть все должно работать у всех. Лично я своим результатом этого вебинара буду считать ваши улыбки и желание действовать. То есть моя основная задача сегодня вас вдохновить. Вдохновить на порядок в доме, вдохновить на уют, вдохновить на уборку. И я надеюсь, что у меня это сегодня получится. Ну вот обычно получается, надеюсь, что сегодняшний день не исключение. И давайте мы с вами пойдем дальше. Что у нас сегодня будет на эфире? На эфире будет только мой опыт, исключительно мой личный опыт. Расскажу вам о том, почему вообще возникает беспорядок. Как превратить уборку в удовольствие. Мне кажется, для всех это актуально. Как освободить себе время на личные дела, общение с семьей и увлечение. То есть как время, которое мы затрачиваем на уборку, выдернуть из этой уборки и потратить на себя или на своих любимых людей. Расскажу про 5 главных принципов ресурсной уборки. Ресурсная уборка, напомню, это моя система наведения порядка, которая основана на другой классной, тоже американской системе наведения порядка. Короче, сейчас я вам обо всем расскажу. Ну и конечно же, открою продажи календаря уборки и кое-чего еще. Для тех, кто участвует у меня в марафоне 100 дней, уже секрет открыт, уже все продажи открыты, уже люди активно приобретают календарь. Для тех, кто не участвует в марафоне, вот для вас сегодня презентую, собственно, то, что буду продавать. Итак, идем дальше. В конце эфира у меня для вас подарок. Вы сможете забрать чек-лист «Легкая схема поддержания порядка в доме». Очень легенький, очень понятный чек-лист, который, я думаю, что вам точно пригодится. Буду немножко кашлять, потому что недавно болела и до сих пор какой-то остаточный нехороший кашель. Надеюсь, вы меня простите. Обязательно ждем конца эфира, сидим до конца для того, чтобы забрать полезный чек-лист. Кому нужно досмотреть до конца? Всем, кто хочет наконец-то жить в чистом пространстве. Тем, кто устал от ежедневной рутины, хочет просто расслабиться и вдохновиться. Тем, кто перебрал кучу методик, но у него все равно ничего не работает. Кто хочет получать от уборки вдохновение. Ну и, в общем, всем от мала до велика этот эфир подойдет. Я думаю, что всем будет интересно. Перед стартом хочу задать вам несколько вопросиков. Так, да, если у вас вдруг что-то зависает, то выключайте VPN. Обычно это сразу помогает. Перед началом хочу задать вам несколько вопросиков. Вы, пожалуйста, напишите, да или нет, было у вас такое или нет, сталкивались вы с таким или нет. Вы боитесь, ну, может быть, не столько боитесь, сколько не любите, да, когда к вам внезапно кто-то приходит в гости, потому что у вас дома бардак. Было у вас такое или не было? Вот, Татьяна слушает вебинар и убирается. Прекрасно. Было ли когда-нибудь у вас так, что кто-нибудь приходил к вам в гости, вам было неловко, как-то неудобно, вы боялись, что к вам кто-то придет, потому что у вас дома бардак. Были у вас проблемы в отношениях из-за того, что дома бардак, и больше так жить невозможно. Дома вы постоянно пребываете в плохом настроении, было такое или нет. Кричите на детей, постоянно что-то теряете, не можете ничего найти. Можете споткнуться, например, о хлам, который лежит где-то на полу или на стуле. Не можете найти нужную вещь в доме, приходится ее покупать заново. Вот у меня, например, мама постоянно сталкивается с этой проблемой, когда она просто не может найти то, что она недавно покупала, и приходится эту вещь покупать реально заново. И каждый день решаете с завтрашнего дня навести порядок. Вот я вижу, что много ответов «да». Те, кто отвечает «нет», я вами искренне горжусь, вы большие молодцы. Вот прям сердечки вам посылаю. Ой, смотрите, у меня прям на экране высветились сердечки. У вас были сердечки на экране, вы их видели, нет? Так, нет-нет-нет, вы большие молодцы, потому что у вас тогда все в порядке, и тогда вы просто сегодня будете слушать и вдохновляться. Вот для тех, у кого такое бывает, я вам искренне сочувствую, потому что я сама сталкивалась с каждым из этих пунктов, вот просто с каждым. Я так люблю говорить «в прошлой жизни», но на самом деле не так давно это все было. Сейчас я вам все обо всем по порядку расскажу. Итак, я проводила небольшой опрос в запрещенной соцсети, и 70% моих зрительниц хоть однажды считали себя плохой хозяйкой. Вот напишите, когда-нибудь, вот хотя бы один раз, вы считали себя плохой хозяйкой? Вот что-то у вас не получилось, что-то не заладилось, что-то вы не успели, вообще там может быть полномерно что-то не успеваете постоянно, перманентно. Считали ли вы себя когда-нибудь плохой хозяйкой? Да или нет? Вот 70% моих зрительниц в запрещенной соцсети считали себя плохими хозяйками, и 94% хозяек хотели бы справляться с беспорядком быстро и организованно. То есть 94% опрошенных хотели бы больше порядка дома, более чистый дом и полюбить уборку. Ох, было, вот Марина говорит. Да, 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 считала. На самом деле это очень грустно, потому что я вам чуть попозже расскажу, что мы все на самом деле домохозяйки очень большие молодцы. Вот Яна сейчас себя считает плохой хозяйкой, это вы зря, Яна, не надо так. После этого вебинара вы сможете навсегда изменить свою жизнь, во всяком случае будете относиться по-другому к уборке, к наведению порядка, и поймете, что это на самом деле нереальный кайф. И можно это все полюбить, и главное быть внимательным и оставаться до конца. Скорее всего личный загон на самом деле все в пределах нормы. Ну да, то есть мы иногда сами себя обесцениваем, хотя находимся в общем-то в пределах нормы. Так, идем дальше. Давайте циферку 1 поставьте, если вообще меня не знаете, видите, первый раз. Циферку 2 поставьте, если знаете меня и смотрите давно. Может быть недавно, может быть недавно начали смотреть, но во всяком случае понимаете, кто я такая и почему вам стоит вообще меня слушать. Сейчас я сделаю глоточек водички, а вы пока поставьте циферки. Первая единичка, если не знаете меня, двоечка, если знаете. Так, двоечки, двоечки, вижу двоечки. Все меня знают. Анастасия, видимо, очень меня хорошо знает. Очень много двоечек. Так, знаете, 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 есть кто-то, кто меня не знает. Потому что я здесь приготовила небольшую презентацию про себя. Подумала бы рассказать об этом вам. Но раз вы меня все знаете, мы так быстренько пробежимся. А, вот я вижу, мелькают единички. Да, вижу. Хорошо. Давайте пробежимся по моей самой презентации. Кто я вообще такая, почему меня стоит слушать. Меня зовут Ирина Соковых. Я вообще человек планирования. Постоянно этим увлекалась с самого детства и до сих пор увлекаюсь. Я блогер и предприниматель. Я посвятила теме тайм-менеджмента для дома и жизни, тайм-менеджмента для женщин уже более 12 лет. Так, я вижу, все, вы меня знаете. Но все равно есть люди, которые меня не знают. Так что внимательно. Я автор четырех книг по организации жизни, по организации уборки и по минимализму. Была основателем и совладельцем магазина планеров. То есть мы в планирование пытались внести в жизни многих девчонок через блокноты, через ежедневники, через вот такую бумажную продукцию, очень классную, кстати. Так, что я еще делаю? Я веду блоги на различных площадках. На ютюбе у меня более 140 тысяч подписчиков. В инстаграм запрещен, кстати, в Российской Федерации. У меня 54 тысячи подписчиков. В телеграме сейчас 6 тысяч. Вот вы можете на экране видеть QR-код. Это QR-код от моего телеграм-канала. Я его сейчас активно развиваю. И в телеграм-канале я бываю не просто гораздо чаще, чем в других соцсетях. А я бываю в нем практически каждый день и веду его как свой основной канал. Вот все остальные у меня уже такие, как бы хотела сказать, как бы их назвать. Ну, короче, сопроводительные такие каналы основные. Это все-таки телеграм. Поэтому нажимайте на QR-код, подписывайтесь на меня. Вообще в любой социальной сети меня можно найти, как Ирина Соковыхова. Если введете в поиски, обязательно меня найдете. Я есть везде. И очень многие меня знают. Идем дальше. Я приглашенный эксперт на телевидении. Выступала очень много раз с темой и тайм-менеджмента, и с темой уборки. В общем, всякие такие штуки для женщин, которые облегчают им жизнь. Периодически бываю на телевидении. Написала 4 книги, как я уже сказала, по саморазвитию, по тайм-менеджменту, по уборке и по классному отношению к жизни. Вот видите их на экране. Привет из Питера. Лисан, привет. Привет вам тоже. Так. Обо мне. Еще. У меня есть курс ресурсной уборки. Это мой основной флагманский курс. Мой легендарный просто курс ресурсной уборки. Также у меня есть марафон по борьбе с прокрастинацией, где мы с девчонками учимся не прокрастинировать дела, а делать все вовремя. Также интенсив по целям, марафон 100 дней до нового года и календарь уборки. Собственно, о календаре уборки мы сегодня по большей части с вами и поговорим. Но так было не всегда естественно. То есть все, что вы сейчас услышали, увидели, это уже результат моей работы над собой. Все началось в далеком 2010 году. И сейчас пойдет моя история. Очень захватывающая, очень интересная. Я надеюсь, что вдохновляющая. Все началось в 2010 году, когда я вышла замуж. Вот эта фотография, которую вы видите, я попыталась просто из старых фотографий что-то нарыть такое, где вокруг меня беспорядок. Но здесь вот видно, что и на столе там что-то наложено, и какая-то гладильная доска стоит с утюгом, какие-то ковры на заднем плане. В общем, я не смогла найти какой-то вменяемой фотки, где у меня бардак, потому что я не фотографировала на тот момент. То есть мне настолько было плохо, заходя вперед немножко, спойлер, что я даже практически ничего не фотографировала. То есть у меня очень крайне мало фотографий с того периода. Хотя у меня ребенок, и как вы понимаете, ребенка много фоткаешь. Обычно у меня фотографий не так уж и много. Так, у кого-то не работает. Ну, я надеюсь, что перезагрузка всего всех спасет. Вот, я была абсолютно тогда не подготовлена к самостоятельной жизни, особенно к жизни с ребенком. Почему я была не подготовлена? Потому что когда я была маленькой девочкой, когда я была уже даже взрослой девочкой, она жила еще с родителями, еще до замужества, бабушка всегда говорила, не нагружайте ее домашними делами. Она выйдет замуж, еще успеет наубираться, наводить порядок, вот это все там готовить. Она все это еще успеет сделать. Лучше вообще ее не трогать. Пусть она сидит, отдыхает. И, собственно, в таком отдыхе, расслабоне я прожила 24 года, пока не вышла замуж. И в первый момент, когда я вышла замуж, было еще все нормально, потому что мы с мужем вдвоем жили. И в 2012 году появился ребенок. То есть вот эта фотка, на самом деле, не 10-го, а 12-го года. Появился ребенок, и вот тогда все пошло по звезде, что называется. Потому что я вообще начала зашиваться. То есть я не успевала ничего, с учетом того, что я не умела толком наводить порядок, что-то про готовку домашнюю. Я знала, ну как бы в теории, да, я знала. Но вот на практике я никогда особо этой готовкой не занималась. Я не знала, как рассчитать время. Я не знала, как вообще, что приготовить. То есть у меня вообще постоянно болела голова об этом. Я не знала, как наводить порядок вместе с маленьким ребенком, да, который у меня в одной руке, да, а во второй у меня швабра. То есть я понятия не имела, как совмещать домашние дела. Ребенка, мужа, да, и мне хотелось еще с подругами встречаться. Я была довольно молодой. Мне хотелось, чтобы вот моя жизнь, ну, типа, не сильно изменилась после рождения ребенка. Я хотела гулять, развлекаться. И все вот это, оно не помещалось в моей жизни вообще. У меня было так. В моем доме был полный бардак. Это сопровождалось еще ремонтом, который был на тот момент уже, по-моему, там больше года длился. Я стала мамой, соответственно, да, и не справлялась с навалившейся на меня нагрузкой. То есть мне постоянно хотелось спать, мне постоянно хотелось отдыхать, мне постоянно было тяжело. И сейчас уже об этом можно вспомнить с улыбкой, потому что я думаю, ну вот если бы сейчас у меня появился ребенок, вот сейчас-то я знаю, как все это совместить. Но ребенок появился давным-давно, уже 12 лет назад. Поэтому вот на тот момент я была абсолютно, ну, короче, не то чтобы плохой хозяйкой, я была неподготовленной. Да, вот это, наверное, самое лучшее слово. Я осталась один на один с домом, наполненным хламом. То есть муж уезжал на работу, я оставалась дома, хлам везде, повсюду, просто ремонт постоянный. Ребенок кричит, плачет. Я хваталась за голову, я не знала, как мне вообще из этого выбраться, я не знала, за что хвататься просто в первую очередь. Было похоже, что кухня моя какой-то взрыв пережила. Вот, я считала себя очень плохой хозяйкой. Мне было стыдно за свой дом перед другими людьми. То есть, когда ко мне приходили какие-то гости, там, подруги, вы не представляете, я просто со стыда сгорала, потому что я понимаю, насколько это ужасно смотрелось. И я столкнулась с абсолютным непониманием, как из этой ситуации выбираться. Почему? Потому что все, у кого я спрашивала советы, это там мои подруги какие-то, друзья, там, не знаю, родственники, все говорили, ну, это же все просто. Ну, то есть для них это все просто, потому что они, видимо, с детства как-то им прививали вот эту любовь к уборке, у меня такого не было. Поэтому я вот начала, то есть взрослеть, только находясь замужем. То есть, вступив в брак, я начала быть более-менее взрослой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому откликается. Вот, кто когда-либо себя так чувствовал или, может быть, было что-то похожее. Можете написать чуть-чуть, вкратце, там, не знаю, в трех-пяти словах свою историю. То есть, вам это знакомо. Так, не переживайте те, у кого ничего не открывается. Мы сделаем все возможное, чтобы у вас был либо повтор вебинара, либо какая-то запись. А, кому я говорю, если у вас ничего не открыто, если вы меня не слышите. Ну, короче, да. Идем дальше. Мне всегда хотелось окружать себя красотой и жить в чистом доме. Это мне правда хотелось, но я не знала просто, как к этому подступиться. По факту я жила в постоянном сраче, который сама создавала. Потому что у меня не было правильных привычек. Вот это очень важно, кстати. Не было опыта, не было достаточного количества времени. У меня не было понимания того, что уборка – это такой путь к чистоте и порядку. Для меня уборка всегда была каким-то наказанием. То есть, вот есть такое понятие, как уборка, и для меня это всегда какая-то каторга. То есть, это то, что нужно делать, как будто бы в наказание мне за что-то. То есть, мне и так плохо, мне еще нужно наводить порядок. Что же это такое? И я никогда не рассматривала уборку, как вот этот вдохновляющий путь к чистому дому. У меня даже такого вообще никогда в мыслях не было. У меня один в один слова бабушки были такие же. Вот видите, бабушки нас сначала расслабляют, а потом мы сталкиваемся с трудностями. Один в один только еще в гости приходили родители, стыдили, что не справляюсь одна с двумя детьми. Вот, да. Ну, это, конечно, очень грустно все. Вот, идем дальше. И однажды в отчаянии, просто у меня было такое отчаяние, вы не представляете, я сидела, я не понимала, что мне делать. Я думала, ну вот кто мне может помочь? Потому что мне нужна была помощь. И вот в этом отчаянии я написала в Яндексе запрос. Как стать хорошей хозяйкой? Естественно, я пошла в интернет. Но, а куда мне было идти, если вокруг все говорили, что это легко, просто и вообще, ну, типа, что ты здесь мучаешься? И так в 2012 году случилось мое знакомство с системой FlyLady. Оно было настолько вовремя, что казалось просто чудом. Что такое система FlyLady? Давайте в двух словах вам расскажу. Это американская система тайм-менеджмента для дома. Ее основательница Марла Силли, она написала целую книгу «Школа FlyLady». Можете загуглить, можете почитать. Очень, кстати, классная, полезная книга. Но на самом деле в этой книге практически нет ничего из того, что есть в интернете по системе FlyLady. То есть Марли Силли приписывает очень много всего, чего она в этой книге не говорит. Но книга сама по себе очень интересная. Прям я советую к прочтению. Тем более, если будете знакомиться с моей системой уборки, то вот я всю свою систему построила на основании школы FlyLady Марлы Силли. Только я адаптировала эту американскую систему под нашу действительность. Потому что очень многие советы американские нам, к сожалению, не подходят. Может быть, к счастью, у нас вот свой менталитет, и мы немножко по-другому мыслим. Так, почитаю немножко знакомых. Хотя мама прививала мне полезные навыки, уборка нравилась. Но когда сама стала хозяйкой, ничего не получалось. О, интересный кейс. То есть вы вроде бы как понимали, как нужно делать, но почему-то не получалось. В детской позиции во втором поколении не было примера ритуалов уборки. То есть везде, откуда более-менее, а в детской бардак. Ну, подросткам там нормы, ладно. Поняла. Мама приходит, тоже стыдит, что ребенок один, почему я не справляюсь. Ну, вот грустно, когда еще родители наседают, и когда самые близкие люди, они еще пытаются как-то стыдить тебя. Это прям вообще довольно грустная история, конечно. Так, идем дальше. То есть FlyLady – это система тайм-менеджмента. Это не про уборку, это именно про тайм-менеджмент, про организацию своего времени. Эта система помогла не только мне. В эту секту объединяются хозяйки по всему миру. И много русскоговорящих девчонок тоже приверженцы этой системы FlyLady. Но я ее изменила. FlyLady очень помогла мне на начальных этапах борьбы с беспорядком. Я вообще очень системный человек. Я очень люблю таблицы, графики, списки, чтобы все было организовано. Скорее всего, именно поэтому мне было так тяжело на начальных этапах своего материнства, своего замужества, потому что я не могла это все систематизировать, не могла все это проконтролировать. Все рассыпалось, вываливалось из рук. То есть моя тяга к порядку, такая вот, которая царит в голове, она никак не билась с тем, что я видела вокруг. И когда я узнала, что в системе FlyLady есть такое понятие, как контрольный журнал, девочки, я влюбилась. То есть это книга по дому, в которой есть куча разных таблиц, схем, графиков, которые позволяют тебе экономить время по дому. И, господи, это мне казалось на тот момент, что это что-то просто гениальное. И как только я узнала про контрольный журнал, я поняла, что все, я, вот система FlyLady, это то, чем я хочу заниматься. Это то, что мне нравится, то, что приведет мою жизнь в порядок. И та моя вот эта вот последняя надежда, которая мне поможет. Что там еще было? Ходспоты, чистые раковины, хорошие домашние привычки, зоны. Мы сейчас не будем глубоко вдаваться в объяснение системы FlyLady, потому что я дальше расскажу про свою, немножко, немножко расскажу про свою ресурсную уборку. Там очень много повторений, но в то же время там все адаптировано вот для нас. Мне кажется, это будет гораздо полезнее. Кто хочет почитать книгу Марла Силия, я тоже советую, потому что, ну, правда, хорошая литература. Так. Ой. Вот, все, получилось, я справилась. За годы работы в системе различных, в различных системах тайм-менеджмента я разработала собственную систему и адаптировала ее для русскоговорящего пространства. Это ресурсная уборка. Что было до? Непонимание, как разобрать горы хлама дома, да, то есть вообще не понимала. Неуверенность в себе, раздражительность, мысль о том, что я никчемная, ничего невозможно найти, вечный бардак. Вот я вижу, что многие девчонки с этим сталкивались или сталкиваются до сих пор. И, конечно, это не повышает вашу самооценку, да, уж тем более не способствует тому, чтобы вы считали себя хорошей хозяйкой. Ну, на самом деле, не обязательно быть хорошей хозяйкой, достаточно быть, ну, такой нормальной хозяйкой. То есть не нужно прям вот каких-то перегибов в этом плане. И что стало после того, как в мою жизнь вошла моя ресурсная уборка? Чистый, уютный дом, расслабленное ресурсное состояние. Как вы видите, даже я не сильно, ну, то есть я немножко стрессанула по поводу того, что мы не вовремя начали. Но, в общем и целом, я все равно там на лайте, на расслабоне. И вот это состояние расслабленное ресурсное, оно со мной постоянно. И это все благодаря тому, что вокруг меня порядок, вокруг меня чистый, комфортный дом, и мне в нем классно, мне в нем кайфово. Я не боюсь больше прихода гостей, не чувствую себя как-то ужасно. Ко мне приезжает и мама, и приезжают подруги, и гости приходят, я в целом окей. То есть я понимаю, что мой дом в порядке для того, чтобы принять гостей. Он не идеально чистый, здесь ничего не блестит, у меня две собаки, соответственно, ну не может, а еще и кот. Соответственно, не может быть все идеально. Вот для тех, кто любит, прям для тех частюль, которые любят идеальный порядочек, у меня, скорее всего, будет грязно. Но мой дом вполне себе пригоден для того, чтобы принять гостей, для того, чтобы попить чаю, расслабиться, чтобы не ходить, не сдувать ни с чего пылинки, но в то же время понимать, что ты находишься в комфортной для тебя атмосфере. Вот для меня это прям важный критерий порядка в доме, чтобы было комфортно. Уверенность в себе и нравится находиться дома. Мне кажется, это тоже очень важно, когда вам нравится находиться у себя дома. Не когда мы с работы не хотим идти, потому что там бардак, а когда мы с работы спешим домой, потому что там уютно и классно. Кто хотел бы таких результатов? Я попью немножко водички, а вы напишите. Можете поставить плюсики, можете поставить огонечки, можете написать «хочу», можете написать «я». В общем, все, что вам удобно, можете написать. Я пока немножко водички попью. У меня двое деток, ничего не успеваю. Очень вас понимаю. Моей маме все равно, лишь бы дети были бодры и веселы. Вот, классно, классно у вас мама. Где купить календарь, в какой сети будет ссылка? Подождите, Любовь, календарь. Сегодня дам ссылочку на этом вебинаре. Никуда не уходите, чуть позже я все расскажу про календарь и все будет, короче. Так, я хочу, я вижу ваши ответики, вижу ваши плюсики, огонечки ваши, вижу. Так, хорошо, хотите таких результатов? Окей, идем дальше. В самом начале я подумала, что не нужно изобретать велосипед. Я взяла систему FlyLady, такую, какой она была, и начала ее внедрять. Но со временем я осознала, что для наших реалий там много чего не подходит. Много лет я изучала разные системы тайм-менеджмента. Не только FlyLady, я изучала какие-то бизнесовые системы тайм-менеджмента. Потому что все на самом деле можно перенести в нашу обычную жизнь. В тайм-менеджмент для дома и для женщин. Я выработала свой подход, который называется, как вы уже поняли, ресурсная уборка. У меня слайды просто вот дублируют друг друга. Я не знаю, куда я смотрела. Я сегодня несколько раз перепроверяла все. И в итоге получилось, что все равно я очень много рассказываю, видите, про ресурсную уборку. Что входит в нее, в эту ресурсную уборку? Моя система шагов. Как войти в систему и как в ней остаться? Первое. Это размусоривание. То есть мы всегда начинаем с того, что очищаем пространство. Потому что в чистом пространстве у нас лучше дышатся, нам спокойнее, нам комфортнее. И в чистом пространстве мы можем здраво рассуждать. Второе. Генеральная уборка. Все-таки генеральная уборка должна быть. Она проводится один раз. Внимание. Один раз. Она не такая сложная, как вам сейчас может показаться. Она довольно проста. Но провести ее первый раз нужно для того, чтобы дальше мы могли поддерживать, просто поддерживать порядок. Третье. Это третье. Горизонтальные поверхности разбираем. То есть постоянно хлам накапливается на горизонтальных поверхностях. На таких, как столики, комодики, тумбочки, подоконники. Все, что у нас горизонтальное, там постоянно накапливается всякий хлам. Можете подтвердить это огонечками. Вот скорее всего, вы сейчас просто обернитесь по сторонам, посмотрите. Скорее всего, все, что у вас горизонтальное, набито хламом. Причем это бывает так удивительно, когда мы, например, на чистую абсолютно поверхность горизонтальную ставим кружку. Эта кружка, зараза, начинает притягивать к себе всякие бумажки, ручки, расчески, еще одну кружку, вилку и так далее. То есть эта кружка начинает к себе притягивать все на свете. Поэтому одним из пунктов моей системы шагов являются чистые горизонтальные поверхности. То есть мы с вами направляем внимание, фокусируем внимание на том, чтобы постоянно разбирать вот эти горизонтальные поверхности. Тогда визуально в нашем доме становится гораздо чище. Просто попробуйте этот совет, можете вот в течение недели, да даже просто в течение завтрашнего дня, например, разобрать все горизонтальные поверхности. Вы просто посмотрите, насколько визуально ваш дом станет чище. Вот. Такая вот. Такая вот. Что? Такой вот советик. Дальше. Островок чистоты. Это мы выбираем какое-то место в доме, в котором поддерживаем порядок. Вот, например, Марла Сили выбирает раковину кухонную. Я не люблю выбирать кухонную раковину. Ну, каждый выбирает свое какое-то место. Для кого-то это отдельный шкаф, да. Для кого-то это полка в шкафу. Для кого-то это варочная панель. Для кого-то это чайник просто. Кому-то хочется холодильник постоянно держать в чистоте. Но мы с вами должны выбрать какое-то место, вокруг которого мы будем с вами суетиться, как хозяйки, каждый день и каждый день его начищать. И потом это место, оно будет разрастаться дальше, дальше, дальше. У нас везде с вами наступает порядок. Если откликается, ставьте огонечки. Дела в зонах – это те задания, которые мы делаем по дому. То есть те задания по уборке, которые у нас к дому привязаны. То есть где-то мы батарею почистили, где-то мы смахнули пыль с потолка, где-то мы диван пропылесосили и так далее. Ну и, конечно, шестой пункт, самый, я считаю, главный – это правильная организация своего времени. То есть, вот дальше идем, да. Ваша жизнь не должна вращаться вокруг плиты и немытой посуды. Вот это мое искреннее вам пожелание, да. Это мое мнение, которое уже с течением довольно многих лет не меняется. Я считаю, что жизнь женщины не должна вертеться вокруг плиты и немытой посуды. Быть хозяйкой – это в первую очередь управлять своим временем, а не наводить порядок, не бегать с грязной тряпкой по дому. Это управление своим временем. Как я рассчитаю время так, что мне его хватит и на детей, и на мужа, и на дом, и на свои увлечения. Даже если ваш дом не совсем чист, не идеально чист, с вами все в порядке. Это вторая мысль, которую я хочу заложить сегодня в вашу голову. С вами все в порядке в любом случае. Даже если вы видите, что у какой-то вашей подруги она прям бегает и все вытирает, все подчищает, у нее все блестит, вам не обязательно быть такой же. С вами и так все окей. Важно научиться управлять своим временем так, чтобы его хватало на все, что вам нужно. Может быть, вам не нужно столько времени уделять уборке, как уделяет ваша подруга. Может быть, вам это вообще ни к чему. Быть домохозяйкой – это что значит? Регулировать все домашние процессы, не только уборку. Уметь эффективно оптимизировать время. Управляться с домом и всеми членами семьи. Координировать все семейные вопросы. То есть, посмотрите, у нас уже 4 пункта, да, и ни один из них еще не про уборку. Ну и, конечно, наводить порядок. Это пятый пункт. Но быть домохозяйкой – это как будто бы быть топ-менеджером для дома. То есть, вы такой организатор, вы директор всего. И вы организуете процессы так, что все совпадает. У вас дети ходят в один кружок, в другой кружок, в третий кружок. Все это вы успеваете там к ним на какие-то родительские собрания. В школе у них все окей. И муж здесь как-то участвует в этом. Каких-то детей муж отвозит на кружки каких-то вы. И вы, как топ-менеджер для дома, должны все эти процессы организовать. Вот. Мне кажется, что в этом основной вообще смысл домохозяйства. Так, тут большой комментарий. Я к нему вернусь чуть попозже, чтобы сейчас не отнимать времени. У меня островок – это чистый стол на кухне. Тоже не люблю раковину. Ну, каждый выбирает, видите, сами для себя. Я хочу вам сказать, девочки, что домохозяйка – это звучит гордо. Для тех, кто стыдится своего звания домохозяйка, для тех, кто не работает и думает, блин, ну как-то вот как будто бы я не сильно реализована, я вам могу сказать, что домохозяйка – это реально звучит гордо, потому что если мы правильно в этом реализованы, вот именно в домохозяйстве, то мы не просто какая-то там уборщица для всех членов семьи, а мы прям тот самый топ-менеджер для дома. И это уже звучит гордо, согласитесь. А порядок в доме – это что? Это здоровье всей семьи. Ну, правильно, да, то есть когда мы дышим пылью, никакого здоровья нет. Когда мы можем обо что-то споткнуться и сломать ногу, это тоже не очень хорошо, да, это на здоровье нехорошо влияет. То есть порядок в доме – это в том числе здоровье всей семьи. И если об этом думать, то порядок можно наводить с гораздо большим энтузиазмом. Второе – это стабильные, тёплые, крепкие отношения. Почему это важно? Потому что, почему важно наводить порядок в отношениях? Потому что, когда муж приходит с работы, ему, естественно, приятно, когда дома вкусно пахнет, когда дома чисто, когда он не собирает грязь по дому в белых носках, когда есть вот этот комфорт и уют, который создаёт женщина. Для этого, повторюсь, не обязательно постоянно бегать с тряпочкой, для этого достаточно быть классным топ-менеджером для дома. Это стабильная самооценка ваша. Естественно, когда вы понимаете, что у вас всё окей дома, то вы, соответственно, самооценка ваша тоже растёт. Это забота о себе и о семье. То есть не просто здоровье семьи, да, это ещё забота о них, забота о всех членах семьи. Ну и, конечно же, радость быть дома. Мне кажется, что вот этот пункт, он тоже очень-очень важный. Ну, потому что я помню, как было, когда, вот как было до, до того, как я решила взять дом в свои руки, и как мне не хотелось идти домой, потому что там, ну, постоянный просто срач. Я не знала, как с этим бороться. Ну, короче, вы уже поняли. Порядок в доме – это тот фундамент, на котором держатся все сферы жизни. То есть чистое пространство нам даёт ресурс, очищает мысли, позволяет наслаждаться жизнью. Поэтому мне кажется, что порядок в доме, он важен для всех сфер жизни. Кто со мной согласен, ставьте плюсик, пожалуйста. У меня три работы, мне нужно всё быстро и легко, так как времени не хватает. Очень вас понимаю. Находясь на работе, столько планов на уборку, желание этого, но как только захожу домой, руки опускаются, ничего не хочу и не делаю. Ну, сейчас будем разбираться с этим. Так, плюсики ставим. И идём с вами дальше. Сейчас у нас начинается блок, который называется «Почему у нас возникает проблема с порядком в доме?». Давайте с вами разбираться. У нас, во-первых, нет какой-то привычки убирать за собой. Почему нет привычки убирать за собой? Потому что у вещи, например, нет своего места. Мы не знаем, куда эту вещь положить, она у нас просто валяется. Или у вещи есть своё место, но оно очень неудобное. Например, какой-нибудь фен для волос у вас хранится на верхней полке шкафа, а, допустим, волосы вы укладываете в ванной. И вам для того, чтобы после укладки волос вернуть вещь на место, нужно преодолеть какие-то усилия проделать, короче. И не всегда эта вещь попадает на этот верхний шкаф, в верхнюю полку шкафа, потому что вам просто лень. Соответственно, у вещи вроде бы есть место, но место неудобное. Ну, либо нас не научили класть вещи на место. То есть мы просто взяли что-то, положили там, где попользовались, и пошли дальше. Соответственно, бардаком мы всё больше и больше обрастаем. Вижу ваши плюсики, девочки. Вижу. Так, почему ещё... Кстати, вот я сейчас буду перечислять причины, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, какая причина подходит вам. Вот напишите те, у кого нет привычки убирать за собой. Вот. Сейчас пишут те, у кого неправильно организовано хранение. Например, в детской комнате должно быть удобно ребёнку, а не вам. То есть если вы детскую комнату организовываете так, чтобы вам было удобно, скорее всего, в ней будет вечный бардак. Потому что у ребёнка совершенно другие взгляды на порядок. И если мы, например, как взрослые люди, допустим, расставляем какие-то куколки или какие-то машинки в ряд на полочке, да, и думаем, что ребёнок будет делать так же, то есть он поиграет и поставит это на место, ага, не будет он делать так же. Ребёнку удобно что? То взять все игрушки после игры и свалить их в какую-нибудь коробку. Соответственно, если мы наводим порядок в детской комнате, организовываем её хранение, то мы берём большие какие-то вот такие ящики для игрушек и рассказываем ребёнку, что игрушки хранятся здесь. Потому что ребёнку будет удобно класть их на место. Дальше, вертикальное или горизонтальное хранение выбрать? Мы не знаем, мы мучаемся, мы не понимаем, да. Достаточно ли количество мест у нас для хранения? Тоже непонятно. Может быть у нас настолько маленькая квартира, что мы вообще не можем пристроить никуда лишнюю кастрюлю, либо у нас такой вот огромный дом, в котором у нас 250 кастрюлей, мы просто в них утопаем и не можем точно так же поддерживать порядок, потому что всего много и много мест для хранения. Для тех, кто сталкивается с такой проблемой, у кого неорганизовано хранение дома, тоже ставьте, пожалуйста, какую-нибудь циферку, например, циферку 2. Дальше, слишком много вещей, причина очередная, да, беспорядка в доме, слишком много вещей. Невозможно ничего найти, вещи вываливаются из ящиков, постоянный хаос, всё пылится и продолжает лежать. Нет мест для хранения важных вещей, много уходит сил на уборку, то есть огромное количество вещей очень сильно нас напрягает и заставляет о них заботиться. Эти вещи просто заставляют нас о них заботиться, постоянно их протирать, перекладывать. И, естественно, у нас в доме возникает бардак, потому что нам протирать эти вещи не хочется. Идём дальше. Мало мест для хранения, вот у Ирины, ага. Перфекционизм. Или идеальный, или никак. Или вот я сегодня начну наводить порядок так, чтобы прям всё блестело, или я вообще не буду наводить порядок. Ну и, естественно, мы выбираем, что вообще не наводить порядок, потому что сил на доведение до блеска у нас нет. Вот это ещё одна причина. У кого перфекционизм, тоже пишите обязательно в комментариях. Дальше. Нам не нравится наше жильё. Например, у нас съёмная квартира. И мы думаем, блин, вот я перееду в какую-нибудь классную квартиру, но очередную там съёмную, но классную. Или вот будет у меня своя квартира, вот тогда я начну наводить порядок, тогда я начну всё организовывать. А здесь вот как же я здесь буду, здесь всё не моё, вся мебель не моя, мебель мне вообще не нравится, всё неудобно, и пока что я живу здесь, никакого порядка у меня не будет. Это тоже ошибочная мысль, потому что на самом деле наш дом там, где мы сейчас проживаем. И думая таким образом, что вот это съёмная квартира, поэтому я здесь не буду ничего наводить, никакой порядок, думая так, мы лишаем себя возможности жить в уютном доме. Потому что уют можно создать на самом деле в любой квартире. И можно договориться с хозяевами, там о смене какой-то мебели, можно с собой договориться о том, что я здесь живу сейчас, и мне хочется жить комфортно, поэтому я буду наводить порядок для себя, для своей семьи, для того, чтобы заботиться об их здоровье, для того, чтобы заботиться о своих отношениях с мужем и так далее. Вот кому не нравится жильё, тоже пишите. Мои домочадцы, это плюшки, нафиг выбросить что-то. Я вас очень понимаю, Марина. Так, следующий пункт. Домашние разносят дом по кирпичикам. Вот, это тоже одна из самых распространённых проблем, когда никто не ценит ваш труд, то есть вы только навели порядок, они начали разносить дом вот просто по частям. Вы не делегируете, например, работу по дому, то есть вы почему-то очень боитесь нагрузить кого-то, сказать мужу, чтобы он вам помог, сказать детям, чтобы они вам помогли, или вы им не доверяете, например, то есть вы думаете, что маленький ребёнок плохо наведёт порядок, лучше я сама всё сделаю. Вот, ну и сами, получается, обесцениваете свой труд, потому что никому не говорите о том, что вам тяжело, а вам на самом деле тяжело, и вы на самом деле злитесь, что все домашние разбрасывают всё по квартире, но так как у них нет опыта уборки, так как они не понимают, насколько это тяжёлый труд, они не могут оценить и ваш труд, да, и они не могут понять, что они, разбрасывая эти вещи, вам делают хуже. Вот, если бы они сами умели убираться, если бы вы сами нагружали их, какой-то домашней работой тогда, им было бы понятнее гораздо. У кого такая проблема, пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы очень устали, например, ещё одна проблема, да, или нам лень. Работы выматывают, дорога выматывает, дети выматывают, остаются силы только лежать пластом, смотреть сериальчик, ну и, понятно, делая здесь не до уборки, то есть мы просто устали. В этом случае я считаю, что обязательно нужно отдыхать, потому что без отдыха у нас не будет никаких сил. Ну и, конечно же, достаться до конца вебинара, где я расскажу вам о том, как черпать ресурс в уборке, то есть как поднять свой уровень энергии, занимаясь делами по дому. Так, идём дальше. У нас с вами есть основная работа, и на дом не хватает времени просто. Но сюрприз. На дом нужно не так много времени, как нам кажется. Важно успевать главное, да, и пересмотреть свои взгляды на уборку. Об этом сегодня как раз будем с вами говорить. Нет системы поддержания порядка. Это ещё одна проблема. Когда мы не понимаем, за что хвататься, когда у нас слишком большой разгром вокруг, и нам нужна как будто бы какая-то система. И сегодня я вам эту систему предложу. Да, выход у нас есть. Это собственная система наведения порядка в доме, которая будет занимать минимум времени. Вот это важно, да. Сейчас все занятые девчонки такие, оп, ушки на макушке. Она будет занимать минимум времени, давать максимум результата. Естественно, это же я, я же не могу без эффективности. Она даст возможность делегировать часть домашних дел другим членам семьи и позволит стать настоящим топ-менеджером для дома. Я здесь делаю вот так вот. Меня не видно сильно. Стать настоящим топ-менеджером для дома и взять всё под свой контроль. Кто готов впустить в свою жизнь изменения? Пишем в комментариях. Готово. Пишем слово готово, если готовы впустить в свою жизнь изменения. Так, я вижу, девчонки себя узнают, узнают в моих примерах. Теперь пишем готово, если готовы впустить в свою жизнь изменения. Так, Лика готова. Жду остальных. Остальные тоже должны быть готовы. У меня такой большой дом, в нём так много вещей, что просто руки опускаются. Это проблема, на самом деле, вот моих родителей, в них тоже большой дом. И сложно, да, потому что огромное количество мест для хранения забито огромным количеством вещей. И в этом случае я бы точно посоветовала сначала размусориться. О, все девчонки готовы, готовы, готовы. Ура! Готовы. Всегда готовы. Хорошо. Тогда я вам хочу сказать, что хорошие продукты, инфопродукты, любые продукты, на самом деле, хорошие, они создаются, они рождаются из проблем автора. Вот я вам сегодня рассказала про свои проблемы, которые у меня были, и про то, как я эти проблемы преодолевала. То есть моя основная проблема – это беспорядок, моя творческая натура, которая вот, вот она, у меня куча, миллион, миллион, куча миллион идей, можно так сказать, нет? И я очень ленивый человек. Моя еще одна проблема – это лень. То есть у меня бардак, лень, и я очень творческая. Поэтому вокруг меня постоянно раньше был бардак. И я, естественно, создала продукт, который эти проблемы решает. Поэтому, собственно, я и создаю вообще все продукты по тайм-менеджменту, чтобы все было быстро, просто и на вдохновении. Все, как мы с вами любим. Что я предлагаю, девчонки, в этом году? Сейчас у нас начинается одна из продающих частей. Я вам советую ее дослушать, остаться до конца, чтобы, во-первых, получить полезный чек-лист, во-вторых, чтобы узнать про 5 пунктов моей ресурсной уборки. Это очень полезно. Что же я предлагаю в этом году? Первое, что я предлагаю, это календарь уборки. Это у нас готовые задания по уборке на весь год. То есть всего 365 заданий на целый-целый 2025 год. У нас в этом году с вами вот так выглядит календарь. У нас новый дизайн, у нас появились новые форматы, у нас есть дополнительные таблицы, таблицы по финансам, по планированию и по уборке дополнительные. То есть по всем направлениям есть новенькое все. У нас с вами 5 зон для уборки. Это кухня, спальня, гостиная, детская и санузел. В прошлом году у нас было, если что, 4 зоны. Сейчас у нас 5. У нас есть в этом календаре уборки еженедельные дела, повторяющиеся каждую неделю задачи по уборке, с помощью которых вы будете поддерживать общий порядок. Еженедельные дела это то, что у нас постоянно повторяется. Например, стирка. Мы стиркой занимаемся каждую неделю. Холодильник мы моем, допустим, каждую неделю. Кто-то не каждую неделю моет и с вами все в порядке, если вы это не делаете. Это просто вот пример. Например, что мы еще делаем? Унитаз моем каждую неделю. То есть какие-то задачи, которые у нас регулярно повторяющиеся раз в неделю. Вот, рассказала. Дальше. Ежедневные дела. Подождите секундочку, я сделаю вот так. Так, у меня тут немножко сбилось просто. Дальше у нас есть ежедневные дела на каждый день всего 2025 года. То есть то, что мы делаем каждый день. Не раз в неделю, а прям каждый день. Дополнительные чек-листы у нас в этом календаре есть. 78 в этом году у нас чек-листов. 78, внимание, для порядка в доме, которые можно собрать в настоящий контрольный журнал. Помните, я вам вначале говорила, что когда я узнала, что в системе FlyLady есть контрольный журнал, я посчитала, что это что-то гениальное. И до сих пор мне эта идея очень нравится. Что значит собрать все листы в контрольный журнал? У нас с вами 78 чек-листов. У нас вот такая вот большая стопка. И мы эти листы можем прошить. Мы можем распечатать в нескольких экземплярах то, что нам нужно. Мы можем какие-то чек-листы не распечатывать. То есть мы собираем из этих 78 листов настоящий контрольный журнал. То есть то, что нам будет служить вот этим фокусом на доме. все чек-листы, с помощью которых мы сможем экономить время, силы и быть более эффективными. Что еще? У нас в этом году есть два формата. А4 и А5. То есть у нас А4 большие листы. И еще мы сделали для вас А5 маленький для того, чтобы собрать контрольный журнал в формате А5. Это тоже очень полезное мероприятие. Контрольный журнал в формате А5 потому, что он удобнее. Гораздо удобнее пользоваться маленьким форматом именно в рамках дома, чем вот таким большим А4. Но у нас будут и А4, и А5. То есть вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Так, давайте огонечки ставим, если нравится то, что я говорю. Если нравится то, что у нас новые форматы, что у нас новый дизайн, что у нас новые чек-листы. Не все новые, но есть новые. Так. Еще, что я сделала? Я в этом году сделала цветной и черно-белый варианты. Если у нас всегда был только цветной вариант, в этом году у нас появился еще черно-белый. Для чего? Я знаю, что многие девчонки распечатывают календарь уборки на своем домашнем принтере. Очень у многих черно-белые принтеры. И когда мы распечатываем цветные листы, такие яркие, красочные, на черно-белом принтере, получается, что они по большей части такие серые. То есть не совсем это красиво получается. Очень много краски это сжирает. В этом году мы сделали черно-белый вариант для того, чтобы можно было распечатать на обычном черно-белом принтере, чтобы вам экономить чернила и чтобы это выглядело более красиво, что ли. Вот поэтому в этом году у нас будет еще черно-белый вариант. Причем черно-белый вариант будет и для А4 формата, и для А5. Короче, я в этом году прям очень-очень постаралась, чтобы вам все понравилось. Ой, огонечки ваши вижу, молодцы. Календарь у нас идет в формате PDF. То есть это PDF, которую можно распечатать на любом принтере. На домашнем принтере, в фотосалон куда-то отнести, у друзей попросить распечатать, на работе у мужа, например. Это уже хороший вариант. То есть PDF, которую можно распечатывать. Из всего многообразия таблиц и чек-листов можно собрать контрольный журнал, то есть книгу-помощник для каждой хозяйки со всеми таблицами и чек-листами для дома. То есть вы прям распечатываете, какую-нибудь папочку красивую покупаете, можно там, например, в формате А5 есть очень красивые папки на кольцах. Покупаете, перелистываете странички, вписываете все для себя, под себя подстраиваете, и у вас настоящий контрольный журнал, которым вы можете пользоваться много-много лет. На самом деле. То есть если у нас календарь уборки идет на 2025 год и все, то есть у нас задания идут на 2025 год, то остальные чек-листы у нас идут без дат, то есть они не датированы, ими вы можете пользоваться постоянно на протяжении многих-многих лет дальше. Но я надеюсь, что вы будете пользоваться ими всего год, потому что в следующем году будет новый календарь уборки. Но можно на самом деле несколько лет. Что еще я предлагаю? Второй пункт. Первый пункт у нас был календарь уборки. Запомнили, что это такое. Это прям очень классные чек-листы для дома, для жизни. Второй у нас телеграм-канал, где будут ежедневно выходить задания-напоминалки. То есть вы добавляетесь в телеграм-канал и с 1 января 2025 года ровно в 9 утра туда в этот канал я загружаю задания по уборке. То есть каждый день в 9 утра вам приходит напоминалочка от этого канала о том, что сегодня, ага, нужно там, например, помыть холодильник, а сегодня, ага, там нужно... Так, собака. А сегодня, допустим, там нужно батарею помыть. А сегодня нужно, там, не знаю, еще что-нибудь поделать по дому, там разобрать какой-нибудь шкафчик. То есть это очень удобно, когда у вас есть просто напоминалка, и вы просто в телефоне смотрите, что ага, сегодня нужно сделать какое-то такое или такое задание. Вот, это у нас телеграм-канал. Ой, сейчас, извините, одну секундочку. У меня просто соседи там что-то ходят-выходят, у меня собака гавкает. Так, сейчас. Хочется увидеть, что покупаем примеры. Сейчас я все расскажу, где увидеть примеры. Так. Татьяна уже приобрела. Главное в этом году. Главное в этом году. То есть у нас календарь уборки запомнили, да? Второе у нас телеграм-канал с ежедневными заданиями. И третий пункт. Главное в этом году для всех, кто очень-очень ждал. Очень много вопросов было. И в телеграм-канале у меня в личные сообщения прям очень многие писали в этом году. Ждали. Так вот, мой легендарный курс ресурсная уборка. Он не продавался открыто уже несколько лет. То есть я открыт, о нем нигде не рассказывала. Я не предлагала его к покупке. И очень многие пытались его купить через сайт. На сайте у нас был тариф только без обратной связи. Сейчас я придумала кое-что прикольное, интересное. Я надеюсь, что вам понравится. Ставим огонечки. Если нравится то, что я говорю. Нет, 1 января мы не будем мыть батарею. Действительно очень весело получилось. Так. Что такое курс ресурсной уборки? Это весь мой опыт в борьбе за чистоту и порядок, который я собрала в 4-недельный курс. Там всего 4 недели. Задания будут выходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Это мой курс о порядке в доме, в котором будут сочетаться 3 элемента. Это психология, то есть понимание истинных причин наших проблем с беспорядком. Мотивация, то есть у нас силы и вдохновение появятся на то, чтобы что-то делать. Ну и конечно рабочие инструменты. Это различные техники, упражнения, практики, таблицы, чек-листы. То есть все, что нам инструментально поможет в наведении порядка в доме. То есть у нас сочетание психологии, мотивации и рабочих схем инструментов. Мне кажется, это прям идеальное сочетание. Курс поможет вам разобраться в причинах возникновения бардака, подобрать оптимальную стратегию для наведения порядка, которую вы сможете применить на практике и получить результаты уже во время первых недель обучения. То есть мы начинаем обучение, и уже в первой неделе у вас меняется мышление, меняется взгляд на вещи, и вы начинаете по-другому смотреть на порядок в доме, соответственно на уборку, соответственно начинаете гораздо эффективнее по дому работать. То есть не нужно ждать конца курса для изменений, они наступят гораздо раньше. Так, огонечки вижу ваши, хорошо. Если нравится то, что я говорю, ставьте, продолжайте ставить огонечки, это меня очень подбадривает. Готовы увидеть тарифы, девочки? Их в этом году у нас три. Пишите готовы, если готовы. Пишите не готовы, если не готовы. Девочки, этот журнал действительно вещи очень организует. Ну, это действительно так, потому что я говорю, вот я все 12 лет, я не представляю, как бы я, ну, наверное, может быть, я бы и неплохо жила без контрольного журнала и таблиц, но я просто сам по себе такой человек, который обожает схемы, таблицы, графики, и мне кажется, что это очень здорово помогает в организации жизни. И можно, на самом деле, над этим смеяться. Можно, так, девочки, пока пишите готовы, пока я тут рассуждаю. Готовы! Ура! Можно над этим смеяться, можно это просто попробовать и понять, ваше это или не ваше. На самом деле есть девчонки, да, которым это вообще не подходит. Ну, вот не мое это, да, это там таблицы, графики. Ну, вот не могу, вот тошнит меня от этого. Но, наверное, таких и нет на сегодняшнем вебинаре, потому что все знают меня, все знают то, от чего я фанатею, и, наверное, все-таки мы здесь с вами собрались, все любящие всякие таблички, схемы, графики и оптимизацию времени. Так, все готовы. Кто-то уже купил, кто-то уже приобрел. Последний тариф рада как слон. Класс! Давайте смотреть тарифы. Первый тариф. Так, вот так, первый тариф. У нас календарь на 12 месяцев 2025 года. Ежедневные задания, которые заранее продуманы. И пустой календарь. То есть, сейчас, смотрите, девчонки, сейчас такой важный момент, короче. Сейчас я дам ссылочку, кнопочку на покупку. Вы заходите по этой кнопочке, и там будет видео, в котором я подробно рассказываю, как пользоваться календарем, в котором я подробно показываю все листы. Я сейчас не стала на вебинаре их показывать, потому что вам будет просто неудобно. Не мне будет неудобно, не вам неудобно будет в камере смотреть, но я записала отдельный большой видеоролик на 20 минут, по-моему, где я показываю все чек-листы, которые у нас входят в каждый из тарифов. Короче, там вы точно все найдете, все будет максимально понятно. Прямо на страничке покупки у вас будет это видео. Итак, первый тариф получает календарь на 12 месяцев 2025 года. То есть вот этот календарь с готовыми заданиями и пустой календарь, который вы сможете подстроить под себя. То есть вы, если вдруг почему-то мои задания вам не подойдут, у вас будет шаблон пустой, который вы можете по аналогии с моим календарем сделать такой же для себя. Может быть, вы захотите себе другие зоны, может быть, вы захотите себе другие еженедельные задания. Это все окей, это все можно менять. Пожалуйста, если вам это больше подходит, то можете в пустом шаблоне просто сделать свой календарь. Ну, я знаю, что очень многие ждали именно заполненный календарь на 2025 год. Вот он вас ждет в первом тарифе. Что у нас во втором тарифе? Это весь первый тариф, то есть то, что входит в первый тариф, плюс остальные чек-листы для полной организации дома в новом дизайне. Всего у вас будет 78 чек-листов вместе с календарем уборки. Календарь уборки и все полезные чек-листы, таблицы, схемы, графики для уборки, для планирования, для готовки. В общем, все-все-все, полный комплект календаря из 78 чек-листов будет у вас во втором тарифе. Так, запомнили, да? Первый тариф календарь, второй тариф календарь, плюс остальные все чек-листы. И третий тариф у нас. Это все, что входит во второй тариф, то есть все-все-все чек-листы, плюс доступ в закрытый телеграм-канал, где каждый день на протяжении 2025 года будут выходить задания. и доступ к курсу ресурсная уборка. Так, давайте еще раз проясним. Поставьте огонечки, если вам понятно, что входит в каждый тариф, чтобы мы с вами точно понимали, что мы говорим на одном языке. Первый тариф это только календарь с готовыми заданиями. Второй тариф это все-все-все чек-листы. Третий тариф это все-все-все чек-листы, плюс телеграм-канал и плюс курс ресурсная уборка. Вот, напишите плюсики, поставьте огонечки, если вам понятно. Напишите слово понятно, если вам понятно, и мы с вами перейдем дальше к тарифам, то есть подробнее поговорим. Кто уже хочет приобрести календарь, можете тоже об этом писать. Так, девчонки, понятно или непонятно? Плюсики, огонечки. Так, вижу плюсики, вижу огонечки. Вижу огонечки, все, спасибо вам. Понятно, значит, рассказала. Цену сейчас расскажу. Уже смотрю чек-листы. Плюсики. Так, все, отлично, вам понятно. Идем дальше. Лайт для новичков. Я бы советовала вам брать второй тариф, потому что там вы можете выбрать себе те чек-листы, которые вам нужны. Вы можете какие-то сложные, непонятные, но там на самом деле таких нет, там все просто и понятно. Но вот какие-то, которые вам не подходят, можете откинуть и распечатать для себя только те, которые вам нужны. Я бы взяла на вашем месте второй тариф. Так, разбираться будем чуть позже. Что у нас дальше? Дальше у нас тарифы, собственно, я сказала, да, что базовый календарь, первый тариф, второй календарь полный, третий тариф, календарь, плюс телеграм-канал, плюс курс. Здесь у нас все понятно. По стоимости, девчонки, первый базовый календарь у нас стоит 1990, второй тариф 2 990, и третий тариф вместе с курсом, вместе с телеграм-каналом и вместе с календарем у нас стоит 14 990. Но, но, запомнили цены, да, 1990, 2 990 и 14 990. Вот, Наталья пишет, обещали крутой дизайн, подтверждаю красотища. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Я долго согласовывала эти цвета. У меня есть для вас спецпредложение. Сегодня, 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 цена на календарь базовый 990 рублей, на полный календарь 1490 рублей и на последний третий тариф вместо 14 990, 4 990. Как вам такое, девчонки? Напишите огонечки или плюсики, или нравится, или все, что вы чувствуете сейчас, когда увидели цены. Доступ к курсу у нас будет с вами до 31 октября 2025 года. То есть почти целый год. Будет отдельный доступ в телеграм-канал с заданиями. Вот в телеграм-канал с заданиями у нас на третьем тарифе. Нравится, круто. Оплатила, но еще не получила. Так, Ирина, вы оплатили, у вас сразу должна была прийти ссылка на календарь. Напишите нам в техподдержку. Огонь, нравится, круто. Супер. Смотрите. Сейчас у вас под моим видео должна появиться кнопочка купить. Напишите, пожалуйста, те, кто видят, видят кнопочку или не видят кнопочку, появилась она или нет. Где посмотреть календарь? Круто, огонечки, класс. Во втором тарифе, да, нет телеграм-канала. Ссылку на покупку можно найти по кнопочке, которая у нас внизу под моим видео. Напишите, пожалуйста, напишите, появилась ли кнопочка. Появилась ли кнопочка. От жирных котиков отдельная благодарность. Это вам спасибо за доверие, Оль. Так, девочки, вижу. Все, есть кнопка. Все, фух, хорошо. Все, я выдохнула. Смотрите. Для того, чтобы посмотреть тарифы, для того, чтобы подробнее ознакомиться с календарем, вам нужно нажать на кнопочку купить, которая находится внизу под моим вот этим видео, которое вы смотрите. Она одна, большая такая. Там написано, по-моему, купить календарь. Или просто купить. Появилась. Когда увидела первую цену, начал дергаться глаз, но со вторым начала успокаиваться. Все, супер. Спасибо большое, девчонки, что вы написали про кнопочку. То есть, теперь с этого момента можно посмотреть в... Отдельно хотите доступ в телеграм-канал? Слушайте, надо подумать об этом. Может быть, как-нибудь можно будет это сделать. Но вот на данный момент у нас на третьем тарифе только доступ в телеграм-канал. Так, идем с вами дальше, девочки мои. Если у вас есть какие-то вопросики, если что-то не получается скачать, если вы вдруг купили и вам ничего не пришло, вот у нас под кнопочкой купить должна появиться кнопочка техподдержки. По этой кнопке вы попадаете в диалог с моим техническим специалистом. Он вам обязательно поможет. Если вдруг вам не прислали календарь, что-то у вас отвалилось, что-то где-то оплата не проходит и так далее. Вот, можете нажать на кнопочку и написать в нашу техподдержку. Так, как совершить оплату? Давайте разбираться с вами. Вы заходите на сайт. Вот здесь вот я вам подготовила такие скрины. Вы нажимаете на кнопочку купить или оплатить, что там, я уже не помню. И у вас появляется такое окошко, где нужно ввести ваше имя, ваш имейл, ваш номер телефона. Внимание, девчонки, когда вы вводите ваш имейл, обязательно проверяйте все буковки, чтобы они были правильные. Потому что очень часто бывает так, что вы торопитесь, очень хотите что-то купить, торопитесь, неправильно вводите имейл, и потом вам, к сожалению, ничего не приходит. Не приходит доступ, и потом нам нужно очень долго с этим разбираться. Поэтому просто чуть-чуть повнимательнее, чуть-чуть поспокойнее вводим имейл, и, собственно, осуществляем покупку. Так, что происходит дальше? Дальше нам нужно выбрать вот здесь стрелочками все у нас видно, либо карту РФ, либо зарубежную карту. Если мы принимаем оплату и со всего мира, то есть вы можете выбрать карту РФ и зарубежную карту, можете выбрать вид своей карты. Вот, и все у вас получится. Так, девчонки, все пошли на сайт, напишите что-нибудь. И далее вы заполняете данные карты, нажимаете оплатить, и подтверждаете кодом из смс. Все очень просто, понятно. Также у нас есть вариант рассрочек, например, для третьего тарифа. Если вдруг вам дороговато, то можно взять рассрочку, рассрочки от разных банков. Для этого нужно нажать рассрочка РФ, вот кнопочку посередине. Так, сказал уже, что мы принимаем оплату из любой точки мира, любой картой. То есть вы можете оплатить, где бы вы ни находились, какая бы карта у вас ни была. Сразу после оплаты, что происходит? Вы получаете письмо с доступом в личный кабинет. В личном кабинете вас ждет календарь. Календарь, и если вы приобретаете третий тариф, то там вас ждет календарь, ссылка на закрытый телеграм-канал, и ссылка на курс ресурсной уборки, который у меня собран в телеграме тоже. Курс вам открывается сразу, то есть вы заходите в курс, у вас там уже все задания открыты, то есть вы их просто выполняете друг за другом. Календарь вы можете тоже сразу скачать себе. Я прям очень советую скачать сразу, куда-нибудь на компьютер, сохранить, чтобы потом вдруг когда-нибудь вы потеряете доступ, чтобы у вас все равно все сохранилось на компьютере. И в телеграм-канале у нас задания будут начинать, задания начнут появляться с 1 января 2025 года. До 1 января мы с вами отдыхаем, мы с вами набираемся сил, набираемся вдохновения, и соответственно изучаем курс ресурсной уборки. У меня спрашивали сегодня по поводу того, что успею ли я вообще пройти курс. На самом деле у нас с вами доступ до 31 октября. Даже если у вас сейчас какая-то запара на работе, ну, пока понятный конец года, да, у всех у нас какие-то проблемы бывают предновогодние, вы можете начать проходить курс, например, с января или с февраля или с марта. Даже если вы начнете проходить его с августа, вы все равно успеете. То есть вы можете идти в своем режиме, в своем темпе. Мы не начинаем прям ровно какого-то числа. У вас задания открываются, вы в любой момент, который вы захотите, открываете этот курс и начинаете его проходить. Главное успеть до 31 октября 2025 года. Я уверена, что все из вас успеют. У нас, так, давайте, да, обязательно, что хотел сказать, сразу после оплаты проверяйте, пожалуйста, свою почту. То есть почту нужно проверить обязательно, потому что там, скорее всего, лежит письмо, которое вам нужно открыть. Если вдруг вам письмо не пришло, внизу под моим окошком, где я сейчас говорю, есть кнопочка техподдержки. Вот напишите туда, и Максим вас направит, куда нужно, чтобы вам все пришло. Так, кому нужен точный календарь уборки? Так, черный экран на видеообзоре бланков. Напишите, пожалуйста, девчонки, если кто-то еще открыл видеообзор у всех черный экран или только у Ирины, если такая проблема у кого-то еще. Баку, да, мы принимаем оплату из любой точки мира, из любой. Кому точно нужен календарь уборки? Всем, кто не справляется со своим домом, всем, кто работает, на уборку не остается времени, вот занятым девчонкам, всем, кто очень хочет стать хорошей хозяйкой и поддерживать дом в чистоте, всем, кто нервничает перед приходом гостей, как делала это я, всем, кто живет от генеральной уборки до генеральной уборки, всем, кто хочет освободить себе время и провести его с семьей, всем, кто хочет черпать из уборки вдохновение, ну и, конечно, всем, кто любит таблицы, чек-листы и вот эту всякую историю, с помощью которой можно сделать свою жизнь гораздо более эффективной. Так, есть такая проблема, есть такая проблема. Так, хорошо, девчонки, значит, я, наверное, так, извиняюсь, у меня тут собака бегает, сейчас, сейчас она перестанет бегать. А, вот, вам Максим отписался, от моего имени вам Максим написал, что, почему черный экран. вот, то есть, всем, по сути, кому хочется чистый дом, хочется вдохновения, хочется, не хочется тратить на это слишком много времени. Вот, надеюсь, мне не сильно шумно было сейчас, надеюсь, что все окей. Так, идем дальше. Чтобы получать радость от процесса наведения порядка, необходимо, чтобы этот процесс стал, занимал минимум времени, и чтобы дарил максимум вдохновения. Согласны? Мне кажется, прям идеально, да, то есть, минимум времени, максимум вдохновения. И что у нас есть? Есть инструменты, а есть работа с мышлением. Так вот, инструменты это календарь уборки, работа с мышлением это курс ресурсной уборки. То есть, мы берем некоторые инструменты, и для тех, кому инструментов достаточно, это окей, вы можете брать первый, второй тариф. Для тех, кто хочет более глубоко копнуть в причины беспорядка, в установки свои, и то желательно брать третий тариф с курсом ресурсной уборки. У нас будет в курсе 4 недели и 4 модуля. То есть, каждая неделя, каждый отдельный модуль. 21 видео лекция. Каждая лекция у нас там, по-моему, от 13 минут до 35. То есть, там довольно объемные лекции, то есть, на них нужно прям выделить какое-то время. Но, так как курс у вас будет в доступе до 31 октября, вы можете идти постепенно в своем темпе. То есть, вы можете смотреть хоть, не знаю, одно видео в неделю. Вы все равно успеете. Есть возможность задавать вопросы. Есть раздаточные материалы. То есть, мы с вами заходим в телеграм-канал этого курса. Там есть ссылочка на общий чат. В этом общем чате вы, как участники курса, можете задавать мне лично вопросы. Я лично на них буду отвечать. Вы, например, столкнулись с какой-то проблемой или с какой-то домашкой, вам что-то непонятно. Вы прям раз написали мне, я быстренько вам ответила, проинструктировала, направила вас и у вас уже все начало получаться. Общий чат нужен для того, чтобы вы задавали вопросы, я вам давала на них ответы. То есть, курс у нас с обратной связью. И я много лет не продавала этот курс именно с обратной связью, поэтому это очень-очень ценно. модуль первый порядок в голове. Мы с вами определимся с целями на курсе, познакомимся с причинами беспорядка в доме, проработаем негативные установки об уборке, таких у людей огромное количество на самом деле. Вы поймете, как гармонизировать свою жизнь, найдете личную мотивацию для поддержания порядка в доме, научите справляться с самосаботажем, тоже очень важно, начнете внедрять новые привычки. Это у нас первый модуль. Второй модуль про тайм-менеджмент. Вы пропишите шаги по созданию уюта в доме и преображению себя, получите эффективные инструменты для планирования анализа домашних дел, высвободите дополнительное время на себя и свое увлечение, подберете подходящую для вас систему планирования дел, организуете дела по дому, получите лайфхаки, создадите собственную систему наведения порядка. Курс хорош тем, что я не навязываю вам, делайте только так, как я придумала. У вас есть свое видение какой-то чистоты и порядка. Курс направлен на то, чтобы вы нашли для себя свою систему. Мне кажется, это самое ценное здесь, потому что все мы люди любим навязывать что-то. У меня получилось, делайте, как у меня. а мне кажется, что у меня получилось, и я должна помочь сделать так, чтобы получилось и у вас. А у вас может получиться каким-то другим способом. Поэтому вот второй модуль у нас направлен на тайм-менеджмент для дома, для жизни. Вы поймете, как строить свою жизнь таким образом, чтобы всегда в доме была чистота и порядок, и чтобы у вас было классное настроение. Мне кажется, что это очень-очень важно. Так, третий модуль у нас полностью посвящен расхламлению. Мы будем очень много говорить про расхламление, избавление от ненужных вещей, потому что, как мне кажется, это первый шаг вообще к чистому дому. Для тех, кто интересуется расхламлением, мне кажется, вот прям будет очень интересно и полезно. И четвертый модуль у нас организация и хранение вещей. Поймете, какие ошибки вы совершали в хранении вещей, поймете отличия визуального и функционального порядка, организуете хранение одежды, организуете хранение на кухне и в ванной комнате и организуете хранение в детской. То есть, мы пройдемся по основным зонам, которые есть практически в каждой квартире и эти зоны организуем. Как вам вообще то, что я говорю, ставьте огонечки, пожалуйста. Мне очень приятно будет увидеть, что вам нравится. так, Ириночка, с тобой давно, с тобой много лет, не могла не купить эту красоту. Спасибо. Вам, Елена, спасибо. Ура, Ирина, я в восторге. Классно. Приобрела третий тариф, Ирина, доверяю вам всей душой. Купила третий тариф, получилось купить. Класс, девчонки. Блин, круто. С заполненными у вас второй тариф. Второй тариф с полностью заполненными чек-листами, но в первом тарифе у вас сам календарь тоже заполненный весь. У вас и там, и там заполнены листы, просто во втором тарифе их 78, а в первом всего 23, то есть сам календарь. Можно повторить третий модуль. Третий модуль у нас про расхламление, про глобальное расхламление, там мы будем очень много об этом говорить. Так, супер, все, спасибо, спасибо. Доступ к курсу повторюсь до 31 октября 25 года, вы точно успеете. Курс в телеграм-канале, есть общий чат для вопросов, это я уже проговорила. Начинайте проходить в любой момент, можно идти в своем темпе, так что не переживайте. Что я предлагаю? Предлагаю комплексный подход к расхламлению дома, базовые принципы организации хранения вещей, быстрые способы навести порядок, порядок без генеральных уборок, то есть мы сделаем одну генеральную уборку, первоначальную, такую, чтобы, ну, она даже не обязательно на самом деле, то есть если вы оглядываетесь по сторонам и видите, что у вас в целом плюс-минус порядочек, да, но где-то можно сделать получше, то генеральная уборка не нужна. Если полный вообще бардак, то я желаю, советую начать с генеральной уборки, это не такое страшное слово, как вам кажется, на самом деле все гораздо проще, но первоначально навести порядок, для того, чтобы потом его поддерживать, это очень-очень важно. Так, что я еще предлагаю? перестанете наводить порядок к приходу гостей, специально вообще перестанете это делать. Можно, пожалуйста, извини, водички, я прям вообще все пересохла, спасибо. Вот, перестанете наводить порядок к приходу гостей, то есть вы вообще не будете думать о том, гость или не гость, у вас всегда дома будет порядок. Сможете организовать детскую комнату, кухню, ванную, вообще что угодно, избавитесь от хлама, и получите жизнь вместо бесконечной уборки. Вот это прям даже зелененьким для вас выделило. Огромное спасибо. Благодарю. Ой, в течение какого времени приходит письмо после приобретения, письмо приходит сразу же. Проверяйте, пожалуйста, проверяйте, пожалуйста, папку спам и какие-то другие папки, куда может это письмо попасть. Если вдруг ничего не нашли, напишите, пожалуйста, по кнопочке под моим видео, где я сейчас говорю, есть кнопочка техническая поддержка, напишите туда, пожалуйста, мы вам поможем. Короче, самое важное, что вы получаете, это жизнь вместо бесконечной уборки. Моя цель, я хочу, чтобы каждая женщина, которая считает себя плохой хозяйкой, поняла, что с ней все в порядке, с ней вообще все окей. я шла к этому пониманию долгие 8 лет. То есть, я создала этот курс, когда уже прошла 8-летний путь. И за это время, из совершеннейшей засранки, я стала вполне себе приличной домохозяйкой, как мне кажется. Вот, и вы сможете добиться этого результата гораздо быстрее всего за 4 недели. Ну, если будете прям вот планомерно выполнять задания. Вместо 8 лет 4 недели, мне кажется, вполне себе достойная альтернатива. Так. Прикупила третий тариф, ни о чем не жалею. Так, друзья мои, третий модуль, третий модуль быстро вывожу на экран. Вот, третий модуль, можете сделать скриншотик. Так, и идем с вами дальше. Раз, два, три, идем дальше. Так, по итогам курса вы научитесь черпать в уборке мотивацию и ресурсы для всех сфер жизни. То есть, вы наводите порядок, а у вас улучшаются все остальные сферы жизни. По-моему, кайф вообще. Уборка больше не будет высасывать все силы, то есть, вы будете распределять равномерно усилия, вы сможете подобрать для себя индивидуальную систему наведения порядка и больше никакой обязаловки. То есть, вы будете все делать с огромным удовольствием. Вот. Что у нас по ценам? Тариф с обратной связью, вообще у нас в продаже тариф с обратной связью стоит 13 тысяч рублей. Это можно посмотреть на нашем основном лендинге с ресурсной уборкой. Тариф стоит 13 тысяч рублей. Вместе с календарем можно посчитать, сложить просто стоимость календаря и курса. получается 14 990. Но только с сегодняшнего дня, да, вот в честь, можно сказать, черной пятницы, которая вот только что прошла, я делаю вам скидку более 60%. Это скидка 9 тысяч 500 рублей. То есть, вы не платите 9 тысяч 500 рублей, а платите всего 4 4 990. Вот. Вместо 14 490. Мне кажется, отлично вообще. Купила третий тариф. Спасибо, Ирина, за вашу работу. Вам спасибо. Спасибо, Наталья. Очень-очень приятно. Итак, увидимся с вами, со всеми на курсе. Повторюсь, курс не обязательно начинать прямо с завтрашнего дня. Вы можете немножко отдышаться, вы можете пропустить, например, новогодние праздники, после Нового года начать. я до 31 октября всегда на связи, то есть вы в любой момент можете написать свой вопрос по заданию, я вам с удовольствием отвечу. Так, идем дальше. Напоминаю, что у нас три тарифа. Базовый календарь 990 рублей, это только календарь уборки, только вот эти чек-листы, заполненные с ежедневными заданиями. Полный календарь, где все 78 чек-листов стоит 1490 рублей, и календарь полный с 78 чек-листами, телеграм-каналом и курсом стоит 4990 рублей. Давайте теперь перейдем к... Так, да, повторюсь, что кнопочка для покупки у нас находится внизу под моим видео. Можете заходить и покупать. Тоже взяла третий тариф, Юля. Класс! Поздравляю всех, кто взял третий тариф. Первые два тоже классные, тоже всех поздравляю. Смотрите, начинается курс, я повторюсь, вы можете начать в любой момент, то есть вы можете хоть завтра начать, хоть прям сегодня начать смотреть видеоролики. Обратная связь у вас будет до 31 октября. Можете подождать, начать после Нового года, как вам удобнее. Доступ в телеграм-канал у вас уже есть, то есть вам после оплаты пришло письмо, где есть кнопочка такая, доступ в телеграм-канал, вы можете туда добавиться. А задания в телеграм-канале будут с 1 января. Я уже начинаю заговариваться. Так, основные особенности ресурсной уборки. Пять особенностей, которыми я с вами поделюсь, для того, чтобы уборка была легкой и вдохновляющей. Первое. Уборка должна приносить радость. Мы сейчас все пять пунктов с вами разберем подробно. Второе. Порядок для каждого свой. Третье. Разделение на зоны. Четвертое. Хорошие привычки. И пятое. Это минимализм. И давайте пойдем по каждому пункту пройдемся. Расскажу вам, что делать в каждом пункте и как подстроить все это под себя. Итак, уборка должна приносить радость. Это мое очень твердое мнение. Мне кажется, что идеально, когда мы наводим порядок и радуемся этому. И совсем плохо, когда мы считаем уборку каким-то наказанием для себя. То, как я раньше считала. Доступ к курсу будет до 31 октября 2025 года. Первый и второй тариф бессрочный доступ у вас в календаре вы его скачиваете, он у вас остается навсегда. Остальные вопросы я отвечу после блока с этой очень важной информацией. Уборка должна приносить радость, вдохновение, а не являться каким-то наказанием. Что можно для этого сделать? Я предлагаю вам поменять смыслы. Напишите пожалуйста сейчас в комментариях, что для вас уборка, что у вас ассоциируется с уборкой. Может быть это тяжесть какая-то, может быть это нехватка времени, может быть это радость, может быть это чистота, может быть это вот что, какое слово у вас ассоциируется со словом уборка. Напишите пожалуйста. и мы с вами рассмотрим как получить из процесса наведения порядка ресурс. Соответственно ресурс и вдохновение. Что для вас уборка? Напишите пожалуйста. Вот для меня это всегда была такая тяжесть. То есть я такая опять вот это вот такое грустное лицо. Видите для Лики это чистота и уют. Классно. Елена купила. Круто. Что для вас уборка? И как получить из процесса наведения порядка ресурс? Чистота. Чистота. А вот сама уборка я имею ввиду что сам процесс наведения порядка вот оно как вам отзывается вот легко вам от этого или есть какая-то все-таки тяжесть. Чистота и огромный труд изматывает. Вот изматывающее что-то огромный труд. Я предлагаю поменять смыслы на следующий. Это свобода делать то что хочется. То есть когда мы навели порядок мы можем делать все что нам хочется. Мы можем хоть танцевать на полу к нам к пяткам ничего не прилипнет и мы не наступим ни на какую детскую игрушку. Также уборка это пространство для реализации идей. То есть мы когда навели порядок мы можем очень классно мыслить у нас появляются какие-то новые идеи. Также это внутренний кайф очищение мысли забота о себе забота домашних здоровья счастливые отношения вот все это как будто бы можно заменить вот то ужасное состояние вот Ольга пишет уборка это ужас Ольга написала изматывает да нелегко физически Елена пишет т.е. т.е. это все можно заменить на вот это вот то что я вам предложила да свобода пространство реализации идей очищение мыслей кайф здоровье счастливые отношения но как это заменить недостаточно просто сказать что а теперь я думаю что уборка это кайфово да и мы же так не думаем на самом деле мы же сами себя обманываем получается как можно поменять смыслы я вам предлагаю отличный пример вот я его привожу очень часто и мне кажется что он идеально просто подходит под мою мысль важно сделать приятным не только пункт назначения но и путь что это значит давайте представим что вы вас пригласили на свидание кто-то вернется во времена своей былой молодости у кого-то прямо сейчас ситуация когда вас приглашают на свидание а вот давайте прочувствуем тот момент когда вас пригласили на свидание и допустим свидание у нас через 3 дня и что мы чувствуем в момент когда нас пригласили мы такое чувствуем трепет немножко приподнятое состояние когда мы что-то такое классное произошло нам нравится эта мысль нам нравится её думать и мы такие круто что происходит дальше дальше мы например на протяжении этих 3 дней какие-то сценарии в голове разрабатываем, да, вот как бы это было, о чем бы мы разговаривали там с этим мужчиной, куда бы мы пошли, во что бы я нарядилась, там, какую одежду бы я выбрала. То есть мы рисуем в голове вот этот план того, как мы пойдем на это свидание. Возможно, мы заказываем какое-то красивое платье, возможно, мы едем в магазин за этим платьем. Мы делаем в последний день, да, вот когда уже у нас вечером свидание, мы, допустим, делаем какую-то прическу, мы делаем макияж, мы надеваем это платье, мы кружимся перед зеркалом, да, то есть вот прочувствуйте вот этот момент, когда, вот это состояние, да, когда мы готовимся к чему-то. То есть мы готовимся, 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 и что у нас происходит дальше? Мы едем в такси, например, да, мы вызываем такси, едем в такси. Мы предвкушаем это событие, мы радостные, мы наполненные, мы вот очень-очень с вот этим предвкушением проводим всю дорогу. Что происходит дальше? Нас встречает там мужчина возле ресторана, например, да, проводит нас за руку до столика, и у нас, собственно, случается уже само свидание. Так вот, здесь очень важен путь, то есть все вот эти три дня, сколько мы готовились к этому свиданию, мы проходили некий путь, да, и вот этот путь, он очень-очень для нас важен. То есть для нас важно даже не само, не сам факт свидания, сколько вот эта подготовка к нему. И важно сделать приятным не только пункт назначения, но и путь, это то же самое про уборку. То есть мы когда представляем, то есть у нас, например, бардак, да, и мы представляем чистый дом, вот, по итогу, но думаем, что о, а путь сам, он какой-то неприятный. Вспоминаем момент со свиданием, да, когда мы путь можем сделать приятным, мы предвкушаем, да, то, что у нас будет чисто дома, мы предвкушаем то, что мы сейчас начнем так классно работать, у нас будет такая бешеная продуктивность, потому что вокруг будет чисто, а еще ребенок проснется, и полы у нас чистые, и ребенок сможет спокойно без ваших нервов ползать по полу, например, если он ползает. Вот сейчас придет муж, сейчас он увидит, как у вас красиво, то есть мы наполняем смыслом вот этот путь, который у нас идет от бардака до чистого дома. И всегда вспоминаем вот этот пример со свиданием, когда мы получили приглашение, и до момента свидания мы проходим очень вдохновляющий нас путь. И точно так же с уборкой. Напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, огонечки, если понятна мысль, если вам понравилась аналогия, если вам понравился пример. поставьте, пожалуйста, огонечки, если вам пример понравился, если он вам откликнулся. И если понятно, как по аналогии сделать точно так же с уборкой. ура, у меня получилось купить, Ирочка, вас обожаю, спасибо, Анастасия, спасибо огромное. Так, девчонки, пишем, пишем, пишем. Так, пишем, ставим огонечки, ставим плюсики, если все понятно, и идем дальше. Так, жду ваши плюсики, жду ваши огонечки. Так, вижу, 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 молодцы, все супер, понятно, всем понятно, окей. А то я переживала очень, что будет непонятно с примером, но все понятно, хорошо. Здорово. Идем дальше. Следующий пункт. Порядок в доме у каждого свой. Что это значит? Что для вас, девчонки, порядок в доме? Это какой набор, наверное, не действия, какой набор результатов, да, что значит порядок в доме? Когда у меня, не знаю, чистый пол вымытый, когда у меня, что вымыты окна, например, или когда у меня в шкафу полный порядок, когда у меня на горизонтальных поверхностях нет хлама. То есть, вот что именно для вас порядок, что входит в это понятие? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а мы сейчас об этом подробненько поговорим. Классная аналогия. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваши плюсики, за ваши реакции, очень-очень ценно. Классно, что вы прям так бойко, живо участвуете. Так. Девчонки, что для вас порядок? Давайте я пока, вы пока пишите, я дальше продолжу. Вам нужно, вы можете, кстати, прямо сейчас это сделать, я вам дам полторы минутки. Можете сделать это после эфира, но лучше сделать после эфира. То есть, вы отдохнете, отдышитесь немножко и сделаете себе два списка. Первый список. В моем доме порядок, когда? Вот все вышесказанное, да, чистый пол. Когда ничего не раздражает, нет мысли, что что-то надо убрать. Ну, кстати, очень прямо интересный ответ. Так, вам нужно составить список. В моем доме порядок, когда? И вы прям прописываете себе там чистый пол, там чистый, не знаю, подоконники, посуда помыта, не знаю, у кота лоток почищен и так далее, да. То есть, вы прям прописываете себе вот эти пункты. В моем доме порядок, когда вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И вам нужно сделать второй список, который будет называться. Минимальный уровень порядка это. Чем он отличается, этот список, от предыдущего? Если в предыдущем у нас очень-очень много-много-много пунктов, то во втором списке нам нужно сократить эти пункты до минимального уровня. То есть, например, я считаю, что у меня идеальный порядок дома, когда у меня помыт пол. Но, если я подмету пол, допустим, то это все равно будет, ну, таким минимальным уровнем порядка. То есть, это все равно ок. Если я, допустим, если у меня дома вся посуда перемыта, вот вся-вся-вся посуда перемыта, то я считаю там себя там хорошей хозяйкой, да, в моем доме порядок. Но, если посуда не перемыта до конца, но я хотя бы загрузила посудомойку, то есть, у меня нашлись силы на это, то в целом это значит, что я молодец. Это вот минимальный уровень порядка. Понимаете разницу? Поставьте плюсики, если понимаете разницу между первым и вторым списком. Точно так же, например, так, ага, минимальное количество, я уже плохо читаю, минимальное количество вещей, ага. Если понятна разница между первым и вторым списком, поставьте, пожалуйста, плюсики. Девчонки, вы устали? Как вы вообще себя чувствуете? Напишите, пожалуйста, как вам то, что я говорю, заходит, не заходит или уже усталость какая-то есть? Напишите. Давайте обратную связь, такую небольшую, по вашему состоянию, по уровню вашей энергии. Как вам? Так, плюсики, плюсики вижу. Так, разница понятна. Напишите, пожалуйста, как ваше состояние? Я переживаю, что вы можете устать. У нас на самом деле не так много осталось, не так много у нас осталось всего. Мы уже подходим, мы уже ближе к концу нашего вебинара, поэтому крепитесь, крепитесь. Но если вы устали, я прямо сейчас как-нибудь нормально все, ок, так. Я плыву. Ну, Татьяна, вы уже календарь приобрели. Там уже все есть. Так, вижу, нормально вы себя чувствуете? Хорошо? Мне просто очень важно, чтобы вы тоже были на каком-то уровне энергии, чтобы мы с вами... О, все отлично, супер, очень интересно, классно. Хочу спать, Марина. Марина, держитесь, еще чуть-чуть осталось. Так, спать не время, девочки. У нас осталось чуть-чуть слайдов, у нас осталось всего, по-моему, там что-то около 30. Мы их быстро пройдем, не волнуйтесь, не переживайте. Так вот, у нас получилось два списка. Первый список в моем доме, порядок, когда? И второй список, минимальный уровень, порядка, это. Что дальше делать с этими списками? Давайте смотреть, как с этим работать. Взять второй список, второй, который с минимальным количеством дел. Выделить регулярные ежедневные дела, то есть то, что мы делаем каждый день. Выделить то, что нужно делать раз в неделю, раз в месяц, раз в год, может быть. И составить график работать по вдохновению. То есть мы выбираем из маленького списка то, что мы делаем раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода. Там любую периодичность можно выбрать, как вам удобнее. Расставляем это по календарю, и у нас получается календарь уборки. Но я все сделала за вас, понятное дело, поэтому у всех, кто приобрел календарь уборки, еще будет его приобретать, у нас с вами времени на это не нужно уделять. У вас уже все будет. Но если хочется самостоятельно, то можно из второго списка как раз собрать себе календарь уборки. Если понятно, то ставим плюсики и идем дальше. То есть мы в основном пользуемся вторым списком. Если мы, например, пришли с работы и мы устали, вот мы понимаем, что мы устали, а в списке у нас, допустим, не знаю, ежедневное мытье пола, и мы такие, блин, еще пол мыть, да, то достаточно запустить, например, робот-пылесос. То есть это минимально достаточный уровень порядка, когда я запускаю робот-пылесос или когда я просто подметаю, то есть там быстренько как-то. То есть, ну, ничего не случится, если я сегодня не помою пол. Точно так же и в других вещах, то есть если там посуда гора, то достаточно, например, помыть чашки. Для меня это окей, для меня это минимальный уровень порядка. Допустим, да, у каждого свое. Напоминаю. Так, плюсики вижу. Вижу плюсики, идем дальше. Разделяем дом на зоны активности. Что такое зона активности? Уборка по зонам – это самое удобное, что досталось нам из FlyLady. Зоны – это такие тематические участки в доме. То есть, например, это кухня, это санузел, это детская комната, это спальня, то есть такие вот тематические зонки. И получается, что система FlyLady нам предлагает убираться, например, раз в неделю в какой-то определенной зоне. Но бывает так, что у нас дом, например, большой. И как у моих родителей, у них есть такая комната, ну типа гостевая, в которую они сами практически никогда не заходят. То есть она открывается, только когда, естественно, гости там приезжают. И, например, целую неделю уделять этой зоне, ну странно, потому что в ней даже никто не ходит, никто там не мусорит вообще. Точно так же странно, например, уделять слишком много времени в зоне спальни, если вы в спальне только спите, а большую часть времени вы проводите, например, в гостиной, играете с детьми, там читаете, там с подругами встречаетесь, и так далее. Там сами лежите на диванчике, вяжете что-то. То есть если вы в спальню заходите только поспать, то странно уделять одно и то же время спальне, например, и гостиной. Вот основная моя мысль в том, что нужно выделить зоны активности, не просто зоны, разделить квартиру и все, а выделить зоны активности. И самым активным зонам освещать как можно больше времени. То есть, например, если у вас зона активности это гостиная, то вы уделяете ей в два раза больше времени, чем, допустим, спальне. Если моя мысль понятна, ставьте, пожалуйста, огонечки. Ольга купила третий тариф, спасибо за ваш труд, вам спасибо, Ольга, за доверие. Если понятна моя мысль, то ставим огонечки и можете написать, какая в вашем доме зона активности. Какая вот самая большая, какая самая часто посещаемая комната или какое-то место в доме, и какое самое часто посещаемое. Ну, я думаю, что у многих это будет кухня. И странно, например, уделять спальне и кухне одно и то же время, если в кухне мы проводим гораздо больше времени и гораздо больше труда в эту кухню нужно вкладывать. Поэтому я в своей системе ресурсной уборки предлагаю выделять не просто зоны, а зоны активности. Для тех, кто купил третий тариф, вы об этом узнаете на курсе более подробно, более понятно, более четко. вот сейчас просто вот в общих чертах. Как с этим работать? Уделять ежедневно 5-10 минут зонам активности. То есть, помимо основной вот уборки, которую вы делаете, там, допустим, 15-ти минутку у вас какая-то в какой-то зоне, вы еще там 5, буквально 10 минут плюсом выделяете на вот эту зону активности. То есть, в ней вы чуть дольше наводите порядок. Но не нужно растягивать на час, на два, понятно, да. То есть, у нас есть 5-10 минут. Больше у нас нет на это. Поэтому стараемся уложиться в 5-10 минут. Что еще может быть с зонами активности? Это не обязательно какая-то комната. Если у вас небольшая квартира, у вас тоже могут быть зоны активности. Например, это прикроватная тумбочка, на которой постоянно накапливается хлам, которой мы постоянно пользуемся. Не знаю, там стоит, например, стоят зарядки для наших всех гаджетов. Мы постоянно этой тумбочкой пользуемся. Место для обуви в прихожей, которая постоянно, вот там постоянно обувь. Сколько бы вы ее не убирали, она постоянно появляется. Вот это зона активности в маленькой квартире. Для того, чтобы было просто понятно, поясняю. Так, девчонки, если все понятно, ставим плюсики, ставим огонечки. Так, микрофон у меня работает, работает. Ставим плюсики, огонечки и мы с вами идем дальше. Так, прививаем хорошие привычки. Важный бонус привычек. Для них не нужна сила воли. Сюрприз. То есть, когда мы с вами делаем какие-то дела на силе воли, нам приходится каждый день этой силой воли пользоваться. То есть, например, если у нас нет привычки заправлять постель, то каждый раз, когда мы ее заправляем, мы такие «Опять! Опять! Это тяжело! Это сложно! Я лучше пойду чаю попью! Я буду делать все, что угодно, только не заправлять кровать!» И так далее. Но когда дело касается, например, чистки зубов, у нас нет сопротивления. Почему? Потому что это привычка. Потому что мы однажды привили себе эту привычку и теперь мы ею пользуемся на автомате. Так вот, если мы будем прививать себе хорошие привычки по дому, не просто там пить 2 литра воды, а допустим, убирать за собой какие-то вещи. То есть, вы попользовались вещами и вы должны их убрать на место. Если мы будем это делать и это войдет в привычку, то у нас на это не нужны будут силы воли. То есть, мы не будем каждый раз, видя кружку где-то, думать, о, еще кружку нести куда-то. Это будет, но это будет первые 3-4 дня. Потом все это, весь негатив, сопротивление проходит и у нас уже это входит в привычку. И мы уже на автомате просто разбираем какие-то поверхности горизонтальные, заправляем кровать и делаем какие-то дела по дому, которые раньше нам казались просто невыносимой мукой. Поэтому я предлагаю внедрить хорошие привычки, которые касаются дома и семьи, и тогда нам не нужна будет сила воли на их выполнение. Вот. Мне кажется, это самая важная вообще мысль сегодняшнего вебинара. Я надеюсь, что вы еще достаточно бодры для того, чтобы эту мысль услышать. Самое главное это хорошие привычки. Как с этим работать? Берем список задач, которые нужно делать ежедневно. Вот мы с вами написали списки, минимальный список порядка в доме и максимальный. Мы берем те дела, которые нужно делать ежедневно. Что нам нужно делать ежедневно? Не знаю, там кто-то меняет полотенце каждый день, кто-то моет чайник, кто-то хочет ввести привычку как раз там заправлять, например, постель. и мы берем эти все пункты и делаем это своими хорошими привычками. Здесь важный момент. Ни в коем случае не делаем все сразу хорошими привычками. Сначала мы берем что-то самое важное из этого списка, внедряем привычку, как только она укоренилась, мы берем еще что-то самое важное из того, что осталось и так далее. Иначе, если будете все сразу внедрять, получится большое фиаско. Потому что не получится. Так, если понятно, то ставим плюсики, огонечки и идем с вами дальше. Я пока сделаю глоточек водички. Так, девочки, всем все понятно, идем дальше. А дальше у нас минимализм, залог, порядка. Как я уже сегодня неоднократно говорила, размусоривание ключ к чистому дому. Почему? В чем вообще минус большого количества вещей? Они требуют много места и внимания. Очень много места и внимания они требуют. Они давят на жалость. Вот они стоят и такие ооо, там, не выбрасывай меня, пожалуйста, меня подарила бабушка. И вот в таком духе они действуют. Мы не можем ничего найти. В итоге покупаем новое. кажется, что все равно ничего нет. Даже если мы что-то новое купили, кажется, что все равно у нас ничего нет. То есть, например, у меня проблема какая у мамы. Гардероб. То есть, она покупает какие-то вещи, потом в большом доме они, естественно, теряются, она покупает еще вещи, и этих вещей становится настолько много, что они уже вываливаются из шкафов, но что по итогу? По итогу нечего надеть, естественно. Поэтому большое количество вещей, оно очень сильно и угнетает нас, и добавляет нам уборки. Как с этим работать? Нам нужно провести глобальное размусоривание, раз в неделю по понедельникам выбрасывать хлам в зоне или по всему дому, и не покупать лишнее. Вот для тех, кто приобрел календарь уборки, там у нас по понедельникам расхламление. Не просто так, а для того, чтобы у нас был чистый дом. Чистый, красивый, удобный и функциональный. Надеюсь, с этим тоже все понятно, с минимализмом. Я думаю, что все знакомы. Теперь у меня для вас задание на одну минуту. Девочки, сейчас быстро, 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 просто за одну минуту вам нужно встать, немножко подвигаться, потому что мы все засиделись, устали, подвигаться немножко и собрать вокруг себя пять вещей на выброс. И в чатике мне отписаться, что вы выбрасываете. Вот, я даю вам одну минуту, сама немножко попью водички и тоже отдышусь. Так, давайте, погнали. Одна минута. И напишем в чатике, что, от чего вы избавляетесь. Так, я вам сейчас буду говорить, если бы я не была прикована к этому месту микрофоном, вот мой микрофончик, я бы сейчас встала, выбросила вот этот горшок, горшок из-под цветка, который мы с Вероникой пересадили, он прям здесь стоит у меня, чтобы я еще выбросила, выбросила, выбросила. Я бы размусорила немножко своих скотчей, если мне прям очень надо будет. я бы, что бы я еще выбросила, давайте посмотрим. Вон тот пакет, который стоит, совершенно точно я бы его выбросила. Блокнот, который лежит исписанный, весь исписанный, это уже четыре вещи, детьми исписанный блокнот, короче, я бы его тоже выбросила. И пятая вещь, сейчас скажу, что бы я еще выбросила. О, я бы выбросила вон тот цветок в горшке, который загнулся. Вот. У меня есть пять вещей, я у вас. Давайте, девчонки, что вы выбрасываете? Девчонки, задание выполняем, оно обязательно к выполнению. Давайте, давайте, давайте. Нефилоним. Девочки, давайте задание выполняем. так, встали, размялись, немножко подвигались, время у нас вышло. Давайте, пожалуйста, подходите к компьютеру и пишите, что вы выбросили. у меня все нужное. Так не бывает, Наталья. Вы, значит, плохо смотрели. Так, две Татьяны пишут. Чейки, вот, отлично. Чейки, кстати, правда, постоянно болтаются везде, их точно нужно истреблять. Так, девчонки, пишите, пишите, что, что вы выбросили. Не могу ничего выбросить, все надо. Ну вот, видите, вам нужно точно на курс, потому что после курса вы точно сможете выбрасывать вещи, потому что мы там занимаемся не только собственно избавлением от вещей, но еще и головой. Чейки, порванные перчатки, записки, сломанный карандаш. Классно, Елена, вы, мне кажется, просто победитель в нашем сегодняшнем задании. Сломанные игрушки сына. Так, классно. С книгами как быть? Я не знаю, как быть с книгами, вам решать. Кто-то очень любит книги и размусорить их не хочет. Кто-то равнодушен и больше использует электронные книги. Можно их отдать куда-то на благотворительность. Так, дочкины свои летние панамы, бутылку, которую хотела сделать вазой, горшок из-под цветка, пару коробок из сазона. Классно, Юля. Ручка засохшей влажной салфетки, чек какой-то старый непонятный проводок. Класс. Записи конспектов. Сейчас желание выкинуть принтер, печатаю календарь уборки, он мне какие-то поля делает ненужные. Нет, не выбрасывайте, очень полезная вещь. А вы уже прям печатаете, что ли, вот? На кровати все нужно. Ну, на кровати ладно, окей, все нужно. Так, хорошо, молодцы, девчонки, я очень вами горжусь, вы немножко взбодрились. Так, на выброс старый красивый сухой букет от подруги подарок, блокнот, сковородка и майка. Классно, Людмила, супер. Вы большие молодцы, что мы делаем дальше? Уборка это не сложно, даже интересно. Давайте подведем итог того, что у нас подразумевает ресурсная уборка. Во-первых, нужно найти для себя смысл пути. Помните, да, пример со свиданием? То есть, найти смысл делать вот эту уборку, совершать ее. Дальше, составить списки минимального и максимального порядка. Третье, разделить квартиру на зоны активности. Четвертое, внедрить хорошие привычки. Пятое, избавиться от ненужных вещей. Шестое, подписаться на меня, естественно, тем, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на меня в телеграм-канале. Вот, я там каждый день, я там постоянно вас вдохновляю, мотивирую и, в общем, вот этим всем занимаюсь. Ой, Наталья тоже печатает календарь. Кошмар, вообще, вы уже начали. Я еще даже вебинар не закончила. Да, он такой красивый календарь, что хочется его быстрее распечатать. Класс. Спасибо. Так, вот, собственно, можете сделать скриншотик вот этой вот части презентации для того, чтобы себе запомнить и для того, чтобы это в свою жизнь внедрить. так, я считаю, до пяти делаем скриншотик раз, два, три, четыре, четыре на ниточке, четыре на иголочке, все, пять. Идем дальше. Если у вас получилось, если получилось у меня, вернее, у меня получилось, я забыла, я не туда говорю, вот я с вами должна разговаривать, да, если у меня получилось, значит, получится у вас сто процентов, совершенно точно. Я, потому что самая обычная, я вообще обычная девчонка из обычного города, из обычной семьи, нет ничего выдающегося во мне, если у меня получилось, то обязательно получится у вас. У меня нет врожденной склонности к порядку, я это терпеть не могу, мне очень жалко тратить время на эту уборку, меня никогда этому не учили, я ленива, я вот, я очень ленивый человек, я совершенно не умела себя организовывать, и я не умела вообще ничего, ничего не умела, и тем не менее у меня получилось, поэтому я уверена, что у каждой из вас тоже получится. Для того, чтобы получить результат, нам нужно желание измениться, последовательность рабочих техник, и воплощение их в жизнь, вот и все, вот и все, вот и все. Какой тариф лучше брать? Давайте с вами поговорим немножко про тарифы. Тариф первый нужно брать, если нужен просто календарь, и не хочется погружаться глубже. Календарь сэкономит вам время, станет хорошим помощником в делах. Это очень хороший тариф для тех, кому нужен просто календарь. Может быть, у вас с прошлого года оставались чек-листы, которые у нас были во втором тарифе, там тоже было довольно много чек-листов, очень многие из них повторяются в этом году, поэтому нет смысла брать второй тариф, если вы в прошлом году брали тот, ну разве что ради дизайна, ради там, да, этих дополнительных форматов А5, А4, ради черно-белого варианта, то есть, ну здесь вы сами смотрите, насколько вам все это нужно, но базово, базово первый тариф, он очень классно подойдет для тех, кому нужен просто рабочий инструмент. Дальше, второй тариф, если хочется, помимо ежедневных заданий, еще собрать свой собственный контрольный журнал, тогда, конечно, нужно брать второй тариф. И третий тариф, если нужно глубокое погружение в тему порядка в доме, разработку собственной системы уборки на базе моей. Третий тариф подойдет тем, кто хочет изменить свою жизнь. Вот, если проще, то вот так. Соответственно, первый тариф у нас теперь называется забрать календарь, то есть, мы просто забираем календарь и все, и успокаиваемся, распечатываем его, естественно, вешаем на холодильник и выполняем задание. Второй тариф у нас теперь называется собрать свой контрольный журнал, для того, чтобы просто понятнее было, и третий тариф изменить жизнь. В первом тарифе просто календарь, во втором полный календарь, в третьем полный календарь, телеграм-канал и мой курс ресурсная уборка. Все это стоит 990 рублей, 1490 рублей и 4990 рублей. Третий тариф прям просто подарок, мега супер классная вещь, потому что отдельно курс ресурсной уборки продается за 13 тысяч. Здесь она в комплекте с календарем уборки и телеграм-каналом идет за 4 990. Мне кажется, что это прям потрясающий подарочек к Черной Пятнице. Ирина, такой позитив от вас идет. Спасибо большое. Хочется просто быть в вашем поле. Сразу кажется, что все легко получается. Отдельно телеграм-канала пока нет. Я подумаю, если будет много запросов, может быть, можно будет что-то придумать с телеграм-каналом, потому что я сейчас видела уже двое тоже говорили про отдельный телеграм-канал, но в этом году у нас телеграм-канал идет с третьим тарифом, с курсом и с полным календарем. Так, что такое тариф с телеграм-каналом? Как раз об этом хочу поговорить. Это ежедневные задания по уборке прямо в вашем телефоне. То есть вы открываете, вернее, вы ничего даже не открываете, вы просто заходите в закрытый телеграм-канал, подписывайтесь на него и начиная с 1 января 2025 года каждый день в 9 утра вам приходят задания на сегодняшний день, которые вам нужно выполнить. Почему это круто? Потому что вам не нужно заглядывать ни в какие календари, вам не нужно ничего распечатывать, все задания у вас в вашем телефоне. То есть каждое утро приходит напоминалочка, главное не отписываться от, главное не ставить беззвучный режим, потому что иначе вам ничего не придет, главное оставить режим со звуком. Вот поэтому очень классная штука в этом году произвел фурор на самом деле этот календарь, вот и поэтому я решила его повторить в 2025. Вот вы включаете уведомления и просто выполняете задания. Доступ к телеграм-каналу до конца года, то есть мы начинаем с 1 января и до следующего 1 января 2026 года у вас доступ к этому телеграм-каналу закрытому, в котором каждый день будут выходить задания. Как только год заканчивается, доступ к каналу тоже заканчивается. Так, вам нужно нажмать нажмать что? Что, Ира? Нажать на кнопку купить для того, чтобы приобрести один из трех тарифов. Это либо отдельно календарь, либо полный календарь, либо календарь с телеграм-каналом и курсом ресурсной уборки за 4 990 рублей. Вот. Задания, в телеграм-канале и в печатном календаре дублируются. Да, это одни и те же задания, только здесь вы распечатываете их, а там они приходят у вас прямо в телефон. Поэтому для тех, кто купил третий тариф, вы можете даже не распечатывать календарь уборки, у вас будет все в телефоне. Но я бы распечатывала, потому что календарь правда очень красивый. Так, и сейчас будет минутка магии, я буду читать ваши мысли. Обожаю этот момент. Называется он в инфобизе закрытие возражений. Вот. А мне кажется, что это минутка магии, потому что я сейчас реально буду зачитывать ваши мысли. Скорее всего, кто-то из вас сейчас думает, а я попробую самостоятельно. А не нужны мне никакие календари. Вот. На что я вам могу сказать? Попробуйте. Чтобы у нас получилось самостоятельно, девочки мои, мы должны быть очень дисциплинированными и очень целеустремленными людьми. У таких людей, на мой взгляд, нет проблем с порядком в доме. То есть, если мы пришли на этот вебинар, если мы говорим о порядке в доме, о том, что нам его не хочется иногда наводить, иногда это требует много силы, вообще нам это как-то вот не откликается, то, скорее всего, мы не настолько самостоятельны и дисциплинированы. Поэтому, скорее всего, все-таки нужна помощь какая-то в этом. Вот. Помощью может выступить либо календарь, либо мой курс. Можете выбрать какой-то из этих вариантов. Кто-то скажет, а у меня нет на это времени. А я вот вам скажу, что в календаре задания рассчитаны буквально на 10-15 минут. То есть задания коротенькие, задания вы сделаете очень быстро. Некоторые задания действительно чуть подольше, но такое бывает, когда, например, нам нужно постирать шторы, да, ну, понятно, что это большое задание, особенно если их нужно погладить. Но в основном, в общей своей массе, задания коротенькие, легенькие, вот, под которые не требуют слишком много времени. Задания курса тоже небольшие. Вы точно все успеете, особенно с учетом того, что у вас доступ до 31 октября аж. Это довольно много. Кто-то скажет, я уже покупала календарь уборки в прошлом году, вот зачем мне новый? А я вам скажу, у нас с вами, как вы уже увидели, новый дизайн, дополнительные чек-листы, новые форматы, новый календарь на каждый день, то есть вообще это новый календарь, новый календарь с новыми заданиями. Вот, с учетом того, что в прошлом году календарь был конструктор, там не было готовых заданий на каждый день, то я думаю, что есть определенный смысл приобрести календарь в этом году и получить готовые задания. Вот, я знаю, что многие их очень-очень сильно ждали. Так, какие у нас еще есть возражения? А я не могу убираться по плану, списки, графики, уборки, это вообще бред. Кто-то, может быть, так подумает, но скорее всего нет, потому что вы все еще здесь и все еще слушаете меня. А значит, вы тоже фанат табличек, графиков и всех всяких таких штук, которые облегчают наш женский труд по дому. Вот, важны на самом деле не списки и графики, это уже серьезно, да, и можно, конечно, без них. Важна система, и вот эту систему я даю на курсе. Используйте все доступные инструменты, чтобы решить проблемы. Если вдруг вы думаете, что списки и графики это не ваши, попробуйте. Ну, вы можете попробовать несколько месяцев, несколько недель, несколько дней. Если почувствуете, что оно реально не ваше, в любой момент можете остановиться. У вас, как бы, никто не заставляет всю жизнь этим заниматься. Но попробовать всегда можно. Попробовать всегда лучше, чем не попробовать. Вот, кто-то скажет, что это дорого. Кто-то ведь так скажет, да, мне никто не написал пока, но кто-то, скорее всего, так думает. А я вам скажу, что 990 рублей на 365 дней разделенные, это 2 рубля 70 копеек в день за задание. Мне кажется, это более чем разумно. Ну, мне кажется так. Вот. Что вообще можно купить, например, на 1490 рублей? Давайте подумаем. Какую-нибудь фигню на Wildberries. 100% можно купить. Можно сходить в магазин и ничего не купить. То есть, прийти из магазина, достать продукты, такие, а что мы ничего не купили? Вот. Ну, либо можно сходить в кино вдвоем, но без попкорна. Вот. И то, наверное, не в каждый кинотеатр. И давайте посмотрим, что можно купить на 1000, ой, на 1000, на 4990 рублей. Очередную фигню на Wildberries можно купить. Вот. Можно снова сходить в магазин и ничего не купить. Тоже прийти, достать продукты, такие, а мы ничего и не купили особо. Вот. Либо можно сходить в кино всей семьей. Но тоже, наверное, без попкорна, мне кажется. Ну, смотря какая семья. Или вместо этого можно обрести спокойствие, чистый дом, вдохновение, наконец-то гордиться собой. Девчонки, это вообще такой кайф. Перестать бояться гостей, радостно спешить домой, жить в чистоте и уюте. Как вам такое? Забрать тарифы можно по трем ценам. 990 рублей, 1490 рублей и 4990 рублей. Очень советую обратить внимание именно на третий тариф. Не потому, что он дороже, и я больше заработаю, а потому, что действительно очень классное предложение, потому, что отдельно напомню, курс стоит 13 тысяч рублей. Здесь он идет в комплекте с календарем за 4 990. И плюс еще у вас есть доступ в закрытый телеграм-канал с ежедневными заданиями. Мне кажется, это просто гениальнейший подарок. Я когда придумала этот тариф, я поняла, что я так хочу вот этот подарок сделать, мне так хочется снова окунуться в атмосферу ресурсной уборки. Я же много лет не продавала этот курс, и мне правда очень хотелось прям вот какое-то супер-классное предложение для вас сделать. Мне кажется, у меня получилось. Так, напоминалочки только в третьем тарифе. Да, телеграм-канал только в третьем тарифе у нас, да. А я попробовала, ну нафиг готовый проще. Я вас очень понимаю, Наталья. Задания в календаре и в канале будут одинаковые. Да, это тот же самый календарь, только который у вас в телефоне. Так, и что, идем дальше. Что делать, если все члены семьи вредители? Вот это такой самый острый вопрос, который очень у многих стоит. Я бы посоветовала, что делать? Во-первых, делегировать. Что значит вредители? Это когда вы убираетесь, они на бой беспорядок тут же, вот прям тут же, они даже вообще не ждут ничего, они тут же на бой беспорядок. Делегировать, привлекать детей, привлекать мужа к обязанностям по дому, поговорить, сесть за круглый стол, сказать, слушай, дорогой, что-то как-то мне не очень нравится, что происходит, я трачу вот такие-то, такие-то силы, почему вы не цените мой труд и так далее, да, давайте разделим там обязанности по дому. я очень советую вам еще говорить домашним о том, что вы сегодня сделали, например, дети пришли домой, допустим, вы домохозяйка, да, дети пришли домой, муж пришел домой, такой, дорогая, чем ты занималась? А вы такая, да, ничем особо не занималась, да, а сама уже, не знаю, три борща сварила, везде квартиру тут намыла, да, и сделала еще кучу там всяких домашней работы, все перегладила, перестирала, и говорите мужу, да, ничего такого я не делала, вот перестаньте так отвечать, когда вы так отвечаете, ваши домашние начинают обесценивать вас и ваш труд, потому что они просто не понимают, сколько усилий у вас уходит на поддержание дома в порядке, поэтому как только вы слышите вопрос, чем ты сегодня занималась, вы прямо начинаете перечислять, я сегодня помыла ванну, я сегодня приготовила там то-то, 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 я сегодня позанималась уроками там со старшим ребенком, сводила в кружок младшим, прямо перечисляете постоянно все, что вы делаете по дому, для того, чтобы ваши домашние осознавали, что у вас есть полноценная почти работа, особенно перечисляйте все, что вы сделали, если вы работающая женщина, потому что, несмотря на то, что вы работаете еще, да, по своей основной работе, у вас еще дополнительные обязанности по дому, и очень странно, что остальные, ну, как-то их не замечают, и очень некрасиво, на самом деле, поэтому всегда говорите то, что вы сделали сегодня по дому, всем своим домашним, вот, обязательно подключайте к уборке маленьких детей, неважно, плохо сделал, хорошо сделал, никогда не переделывайте, просто, ребенок должен понимать, что в его обязанности входит какая-то часть дел по дому, это очень важно, вот, ну, и, конечно, разбирать хлам раз в день после того, как дети уснут, то есть, например, дети уснули, там, что-то, какой-то беспорядок вы разобрали, утром проснулись, у вас все чисто, если делать это до того, как дети уснули, то вы просыпаетесь, ну, в беспорядке, вот, поэтому можно немножко подстраиваться под детей, если они совсем маленькие, не могут вам помогать, так, а теперь, друзья мои, можете забрать свой подарок, у вас под, под кнопочкой купить, появилась кнопочка чек-лист, или как-то, ну, как-то так она называется, не знаю, как там Максим нам сделал, красивое название или нет, в общем, она должна называться чек-лист, по этой кнопочке, вы можете забрать свой подарок, чек-лист, легкая схема поддержания порядка в доме, вот, еще раз покажу, где под кнопочкой купить, где вы приобрели календарь уборки, еще есть кнопочка чек-лист, там можете скачать свой подарок, я с вами, третий тариф, Людмила, ура, классно, добро пожаловать, объясните, пожалуйста, как будет проходить курс ресурсной уборки, как в нем участвовать, курс ресурсной уборки у нас сейчас доступен для тех, кто купил третий тариф, вы переходите по кнопочке, которая называется как-то что-то там про курс, я сейчас точно не помню название, скорее всего, она так и называется, курс ресурсной уборки, переходите, попадаете в телеграм-канал, там для вас открыты все задания этого курса, то есть все лекции открыты, все задания, все чек-листы, которые, все вот эти дополнительные материалы, все у вас есть уже, то есть ничего постепенно не открывается, вы можете сразу прям начать все проходить, там же, самым последним сообщением в этом канале, вы увидите сообщение про общий чат, вы добавляетесь в этот общий чат, и в этом общем чате вы можете задавать любые вопросы по заданиям, то есть что-то у вас не получилось, где-то вы застопорились, что-то у вас не пошло, где-то у вас возник вопрос, по домашке у вас возник вопрос, или просто по лекции, все любые какие угодно вопросы, вы можете в этот чат мне кидать, я до 31 октября на связи, на любые вопросы буду отвечать, курс не обязательно проходить, начинать проходить прям вот сегодня или завтра, вы можете отложить его прохождение до времен, которые там после нового года, например, вы сейчас выдохните, там работу закончите какую-то, и после нового года уже там в январе-феврале можете начать, так, Максим, что-то чек-лист некликабельный почему-то, то есть в январе-феврале можете начать уже работу с курсом, то есть нет какой-то определенной даты старта, вы можете стартовать сегодня, завтра, послезавтра, в любой момент до 31 октября, у вас есть возможность начать заниматься курсом, и получать мою обратную связь, то есть я всегда на связи, но до 31 октября, вот, надеюсь, понятно объяснила, итак, жмите на кнопку чек-лист, надеюсь, что кнопочка уже стала кликабельная, выбрала вариант с курсом, рассрочка на сколько месяцев, вы можете выбрать на, сейчас, я сейчас могу ошибаться, вы можете написать по кнопочке техподдержка, и Максим вам расскажет на сколько месяцев, на сколько я помню, там 3-4 месяца, 6 месяцев, 12 и 24, по-моему, если берете на 24, там, по-моему, вообще всего выходит там рублей 200 в месяц, и платить вы начинаете не с первого месяца, а со второго, то есть вы сначала получаете доступ ко всем материалам, и только через месяц у вас первый платеж, так, открылся чек-лист, скачивается все в норме, супер, хорошо, так, и давайте, друзья, ваши вопросы, поотвечаю на ваши вопросы, и буду с вами уже прощаться, есть ли какие-то еще ко мне вопросы, здесь напоминаю, цены на календарь 990 рублей, полный календарь 1490, календарь с телеграммом и с курсом, 4 990 рублей, тогда после вебинара я посмотрю, что там не так с записью, которая у нас на продающем сайте висит, но скорее всего там все нормально, потому что нужно, наверное, с другого устройства или через VPN зайти, посмотреть, скорее всего будет работать все, так, девчонки, есть ли ко мне какие-то вопросы, что-то вам непонятно по тарифам, по ценам, по наполнению сегодняшнего вебинара, у меня еще один слайдик остался, пока вы все здесь, пока не разошлись, напишите, пожалуйста, мне, как вам сегодняшний эфир, что вы возьмете с собой, то есть, что вам понравилось, какой инсайт вы словили, что будете применять дальше в своей обычной жизни, напишите, пожалуйста, мне будет очень-очень ценно и полезно, вот, и давайте, пожалуйста, накидаем огней в чат для Максима, моего технического специалиста, который нас сопровождал на протяжении всей трансляции, который делал так, чтобы у нас с вами открывались кнопочки, который делал так, чтобы у нас все ровно, все классно прошло, вот, и который будет отвечать на ваши вопросы, если вдруг у вас какие-то проблемы с доступами возникнут, давайте, пожалуйста, накидаем огонечков Максиму и мне, конечно, мне тоже будет очень приятно, и напишите, пожалуйста, как вам эфир, что возьмете с собой, спеццена только на сегодня, нет, не только на сегодня, но лучше не тянуть, потому что я пока не решила, сколько я буду держать эту спеццену, вот, поэтому лучше, лучше заранее приобретать все, так, ничего нет в личном кабинете на почте, Максим, надо как-то девушке помочь, огонечки, 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 девчонки мои, нам с Максимом очень, очень важны ваши обратные связи, спасибо, было интересно, инсайт список, когда я считаю, что порядок у меня, а, классно, ага, это вот про эти два списка, спасибо большое, огонь, вам спасибо, всем вам, Максим, с удовольствием послушал эфир, спасибо вам, спасибо, что пришли, мне очень, очень, очень ценно, что вы в таком большом количестве досидели до конца, я знаю, что у многих уже далеко за полночь, и, кстати, у Максима тоже, вот, так, спасибо за эфир, много полезного, инсайт вдохновения, в принципе, так все знал, на первый раз решилась купить курсы, компанию, как-то легче все делать, спасибо, Ирина, тебе и Максим, очень душевно получилось, спасибо вам, спасибо, огонь, огромный труд, ваша энергия, уже, зажглась два часа, убираюсь с радостью, класс, Ирина, круто, спасибо вам, Ирина, с вами зеленой кухни, каждый очень помог, не только в уборке, в организации того, сложного периода моей жизни, до сих пор со мной пришла, всего пришла с небольшой задержкой сейчас, спасибо вам, что вы со мной остаетесь, мне прям очень-очень это ценно, как минималисты справляются с книгами, а в электронном виде читают, я думаю так, ну, во всяком случае, я стараюсь покупать электронные книги, благодарю, эфир чудо, спасибо, спасибо большое, ой, какие вы все зайки мои, так приятно, купила третий курс, и зайти, не могу по ссылке, так, смотрите, Наталья и все, у кого вдруг что-то не получается, внизу под моим, под вот этим вот видео, где я вещаю, висит кнопка техподдержка, вы, пожалуйста, нажмите на нее, сразу же, вот прям сейчас нажмите, и напишите о своей проблеме, тогда мы вам с удовольствием поможем, ну, в любом случае, вам с удовольствием поможем, просто так будет проще вас найти, если что вдруг не получается, девчонки, на сайте, где вы приобретали календарь, есть тоже кнопка техподдержки, в самом-самом низу странички, она такая синенькая, нажмите на нее, и попадете к нам в техподдержку, и мы вам поможем, скажи, давняя мечта свершилась, есть, классно, Ольга, спасибо за эфир, да, тоже интересно про книги, дети разного возраста, мы с мужем любим печатные, не пойму, как их расхламить, я часто отдаю, отдаю куда-то знакомым, то есть, если я там прочитала уже книгу, она мне понравилась, отдаю знакомым, какие-то книги оставляю в подъезде, очень часто разбирают, прям очень хорошо разбирают, вот, то есть, я думаю, что всегда можно найти, куда пристроить, от всей души благодарю за вебинар, спасибо, Лавана, спасибо, тоже зеленой кухнищей, иногда ворчу, но все равно ваш преданный поклонник, спасибо за вдохновение, вам, Татьяна, спасибо огромное, что остаетесь со мной, и что приходите, и вообще прям, классно, классно, Ирина, вы как птица феникс, всегда новая, зажигайте в других жизнях, спасибо, ой, какие классные слова, спасибо вам всем огромное, всей души благодарю за вебинар, спасибо, вот, девчонки, короче, у меня, наверное, на этом все, если у вас есть еще какие-нибудь вопросики, давайте я буквально полторы минутки посижу, чтобы вы успели написать, чтобы я успела прочитать, вот, книги у меня забрала фотостудия, взамен дали время бесплатной аренды, а фотостудии, это зачем, у них какой-то, какая-то там фотозона с книгами, что ли, должна была быть, интересно, Ирина, спасибо огромное за ваш труд, спасибо вам, спасибо вам, что приходите, слушаете меня, смотрите меня, у нас, кстати, с вами будет в декабре еще один вебинар, ой, а я сейчас вам секрет открою, а вот все, кто ушли, и так и не узнают, у нас с вами в декабре будет еще один большой вебинар, на тему расхламления, размусоривания, поэтому обязательно приходите, будет тоже интересно, тоже соберу для вас всякие лайфхаки, всякие штучки интересные, спасибо, 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 так, девчонки, всем тоже, а, для антуража, я поняла, прикольно, ой, вы не представляете, как я вам благодарна за то, что вы сегодня со мной здесь посидели, послушали, и очень были активны, и спасибо вам огромное за активность, потому что для всех, кто проводит вебинар, это всегда очень важно, чтобы люди были активны, чтобы они писали, задавали вопросы, чтобы они активно, конечно же, покупали продукты, вот, спасибо вам и за это тоже, со всеми увидимся, кто на третьем тарифе, на курсе ресурсной уборки, со всеми остальными увидимся в календаре уборки, вот, обязательно буду в декабре тоже, спасибо, шла посмотреть на календарь, загорелась курсом, класс, буду ждать про расхламление, супер, так, все, хорошо, девчонки, тогда я с вами со всеми прощаюсь, огромное спасибо вам за то, что были со мной, что, повторюсь, были активными, задавали вопросы, для меня это была огромная помощь и поддержка, спасибо, 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 все, я отключаюсь, и тогда увидимся в моем телеграм-канале, обязательно на него подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я бываю каждый день, там я каждый день дарю радость, вдохновение, вот, и там будем с вами дружить, все, всем спасибо, и я попробую как-нибудь отсюда выйти, если у меня получится, так, наверное, вот так, коми, коми – коми – Субтитры создавал DimaTorzok